хорошо сегодня у нас вторая часть хочу сказать два момента первое давайте постараемся в сегодняшней части использовать то что мы делали вчера они не стереть это все как страшный сон не забыть все-таки применить то есть тоже работа ног тоже синхронизацию тоже расслабленность тоже четкость движений которые у нас в конце вчерашней тренировки получилось потому что в принципе боевое искусство это как пирамида то есть мы выстраиваем сначала основание пирамиды основание пирамид это вот базовая биомеханика но когда мы начинаем разбирать технику а сегодня мы будем разбирать уже технику в том числе она должна строиться на основании пирамиды это следующий этаж нельзя построить второй этаж без первого когда мы будем затрагивать вопросы тактики она должен строить тактика строится на этаже предыдущем на технике то есть нельзя начинать отрабатывать тактику если нет техники нет базовыми базового движения и только вершиной пирамиды является поединок или какая-то свободная отработка до этого мы не дойдем но тем не менее нельзя начать тренировать поединок нельзя начать тренировать свободную работу взаимодействие с партнером если нет понимания тактики нет технической базы и нет базы биомеханической то есть базы физической подготовки поэтому очень важно переходя на следующий этаж не забывать предыдущие то очень часто бывает так что мы переходим к отработке каких-то сложных вещей и благополучно забываем про то где у нас стоят ноги как у нас работают руки и тогда вся эта пирамида разваливается ничего не получается хорошо давайте встанем сегодня мы будем заниматься собственно кендаката чтобы у нас не получилось слишком уж скомканно давайте постараемся я постараюсь все-таки дать то что вы не не найдете на видео да потому что просто форму движения и вы всегда можете посмотреть на видео вы можете почитать описание есть и на нашем сайте где угодно но каких-то подробностях на видео часто не видно я постараюсь акцентироваться вот больше на этом на этом моменте частая ошибка обратите внимание если напрягается правая рука очень часто меч правой рукой утягивается здесь вправо очень распространенная проблема опять же понять не должен понимать с какой стороны полетит удар если у вас рука утянула то скорее всего он полетит с этой стороны второй момент еще у вас и заметил например вот очень сверху да оптимально можно смотрите вот у нас есть пункт а есть пункт б нам из точки а в точку б нужно доставить меч кратчайший траектор это прямая линия но если я просто сделаю по прямой линии я ему щелкну в лоб а обезда не будет но если например я по прямой линии в конечную точку буду двигать левую руку левый кулак то получится вот что туда и правая рука она немножко добавляет режущего движения в конце так и потом к себе получается сюда стой просто чтобы было видно смотрите в как важно там мы бьем не сразу сюда а именно максимальный вперед чтобы достать до цели и потом в круг это продолжается режущие движение не надо этот круг начинать слишком рано то есть ну есть варианты да когда в яйда например начинается с такого движения когда меч начинаем вести да но в любом случае это очень вытянутый эллипс мы работаем по эллипсу но этот эллипс вытянут сторону оппонента туда и потом уже к себе такой небольшой нюанс именно в плане механики а самовыр и хорошо обратите внимание чтобы не экономить замахи очень важно потому что смотрите сейчас если я сделаю такой замах у меня локоть уже почти прямой я не могу использовать локоть для удара большой замах у меня локоть согнулся и теперь я могу использовать выпрямление локтя для движения то есть если мы пытаемся сделать быстро мы перестаем использовать в собственной руки до начинают работать плечи они очень медленные в погоне за скоростью мы теряем скорость большой замах нужно что привыкнуть работать плечи локти кисти задействуются все три сустава все три выпрямляются все три работают все три сустава работают хорошо пожалуйста давайте соберемся поближе сейчас мы будем заниматься киндука то давайте так сначала мы будем показывать целиком ее да я буду говорить какие нюансы и мы будем ее не то чтобы отрабатывать но мы будем один два раза повторять просто для того чтобы вы сами попробовали этот нюанс применить может быть меньше обращая внимание на все остальное меньше заморачивайтесь этикетом больше вот ими-то теми нюансами которые которые нам сегодня понадобятся и тогда пожалуйста учитачи стач первое все у нас получилось хорошо по форме все примерно так и должно быть небольшой нюанс с которым обычно возникает проблема вы помните что вчера мы начинали с дистанции мы выбирали правильную дистанцию здесь снова первое что нам нужно обратить внимание это на дистанции потому что мы здесь стоим за дан оба за дан разные окей вы это знаете и когда мы сходимся у нас нет в руках больше этой линейки было у нас линейка было бы проще но теперь нам надо уже на взгляд понять куда собственно мы должны сойтись и эта дистанция с которой он уже должен иметь возможность нанести выполнить атаку по голове и соку это мой это первый нюанс и второй нюанс я от этой атаки ухожу назад выбираю руки и возвращаюсь сюда две основные ошибки бить в пустоту со стороны атакующего вторая ошибка уходить слишком рано снова вот если я начинаю ходить вот еще здесь это немножко теряет смысл да потому что ситуация может уже измениться еще неизвестно что собственно будет дальше он может уже понять что он как бы его движение будет неэффективно почему это движение здесь эффективно потому что учитачи здесь атакуя мощно он пытается прорубить но он уже уверен что он должен вложить все силы и ценит но цель исчезает и в тот момент когда цель исчезает просто он теряет равновесие чуть-чуть проваливается вниз и таким образом подставляет голову туда сейчас я атакую если я так не ошибусь то я сохраню здесь контроль и даже если он будет контратаковать да я что-то смогу сделать он может контратаковать в этой ситуации потому что я теряю контроль из-за того что проваливаюсь а чтобы проводиться я должен верить у меня уже получилось и вот тут уже все в это очень хорошо работает в ситуации рукопашного боя то есть например если идет можно просто какой-нибудь скида да то есть вот вот я начал сбивать да и он понимает что уже все его руку сбивают и он напряжется и что-то вот в как в последний момент и тогда он начинает проваливаться если он уже поверил уже вложился уже всю свою энергию потому вот чтобы проломить и тут эта штука исчезает и человек теряет равновесие соответственно это у нас очень хорошо работает здесь эта тактика но для этого нужно быть смелым и не убегать от удара раньше времени это как приманка сейчас я его как бы выманивая да как вот рыбку прямо не да давай 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 и в последний момент попался родной что нужно для этого для отработки этого нужно делать медленно если вы атакуете так то вы либо друг друга покалечите либо не научитесь терпеть до последнего очень опасно нормальный человек конечно идет раньше поэтому очень важно эту кат отрабатывать медленно сейчас я такую он не должен бояться он должен понимать что у него есть время отработку на отработку этого ухода в последний момент времени давайте сейчас просто поскольку здесь важная дистанция эту ката будем делать сначала да то есть из из камая сейчас пожалуйста разбейтесь на пары и остановка и остановка очень далеко не достаешь явно да тоже очень далеко явно не достаешь вот дайте себе время чтобы осознать осознать дистанцию что вы действительно достаете базовая биомеханика никуда не исчезает то есть да мы здесь проваливаемся но не в такое положение а такое потому что момент удара у нас идет не на постановку передней ноги она постановку задней то есть вот эта механика сохраняется я пытаюсь именно с левой ноги ударить вот моя задача то что я теряю равновесие немножко наклоняюсь не не отменяет работу правой ноги в левой тоже прошу прощения я проваливаюсь но положение ног сохраняется хорошо вот сейчас все предсказуемые ошибки вывезли привычная работа ног наклоны корпуса лишние лишние сутулость очень часто да я понимаю что как бы вот это выглядит круто но это очень неустойчиво да можно вот если в таком положении стою вот сейчас возьми меня за руку просто потяни на себя немножко я потерял равновесие это очень неустойчиво положение фактически я стою здесь вот так если да я стою я стою на одной ноге вот удобно сражаться на одной ноге как вы думаете вообще неудобно причем ни на какой ни на передней ни на задней этому по умолчанию мы стараемся все-таки стоять на двух ногах чтобы это было максимально устойчиво здесь я наклонюсь да у меня стоят две ноги но весь вес на одной если я могу оторвать второе от пола значит я стою на самом-то деле на одной ноге на одной ноге очень неудобно сражаться поэтому просто здесь мы стоим все-таки на двух ногах и особенно это касается стачи две ноги две ноги зансин две ноги две ноги и здесь такое красивое должно быть положение тоже не так зансин это по умолчанию да вот в простом варианте это внешнее выражение состояния готовности внутренней то есть зансин здесь в таком положении сейчас тебя здесь здесь меч вот конечное положение смотрите вот это очень картинно театрально типа да красивым для 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 видео но но реально я здесь например не идем этом например если он будет отступать мне же нужно его будет добить если что а у меня нога сзади осталось то а у меня вес распределению не замер не придется опять шагать куда-то терять время зансин это когда я в как любой момент могу его добить уже готов уже в хорошей стойке уже заряжены ноги уже готов уже левая рука давит любой момент сделать это движение поэтому любая стойка важна не сама по себе она она важна тем что вы из этой стойки можете сделать смысл стойки не в ней а в том что в ней что из нее можно проявить что вы можете что вам удобно сделать из этого положения если вам из положения какого-нибудь любого удобно делать что-то дальше это хорошая стойка в этой ката мы ошибаемся это плохая стойка именно поэтому наш оппонент выигрывает если бы после моей атаки еще раз повторюсь стойка осталась хорошей он бы не смог меня победить и поэтому пожалуйста обращайте внимание на положение тела это не не для парада а потому что из хорошего положения тела вы можете сделать что-то дальше из плохого вам это неудобно просто по 1 просто тоже учи-тачи-си-тачи здесь есть несколько похожих моментов сходимся похожий момент здесь тоже самое как и в первую мы приманиваем человека в последний момент будем уходить очень медленно код и вот я жду 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 и в последний момент когда его меч уже начал двигаться в мою сторону вот тогда мы уходим и контратаку это первый важный момент второй важный момент мы уходим здесь минимальная также как в первой конечно минимально здесь даже еще меньше по большому счету чтобы он не попал по моему муку ты смотрите вот его цель я могу сделать например вот так вот и все он уже не попал если при этом и так он уже не попал если совместить два движения это будет очень короткое движение чтобы он уже не попал но если я просто так отойду мне будет сложно контратаковать вложить какое-то движение поэтому здесь уход немножко немножко назад чтобы освободить себе оперативный простор с которого вы можете нанести эффективный удар и уход здесь обратите внимание сейчас я положу здесь меч чтобы было видно то есть вот наша прямая линия уход минимальный и направлению сразу на противник мы вот здесь начинаем контролировать распространенная ошибка уходить очень далеко почему это важно потому что опять же здесь удар qt он довольно быстрый и на реальных скоростях у вас просто не будет времени уходить далеко и следующий момент чтобы уйти далеко мне нужно создать там какую-то точку опоры то есть уход далеко дефлектор на скорее всего потребует чего-то вот такого а в этот момент ваше тело еще остается под ударом мне нужно сначала тело убрать из-под удара если я буду делать это так да тоже плохо я потеряю равновесие соответственно уход делается как мы в да и ты делаем те же самые сан как у тоби все это короткое движение двумя ногами по диагонали здесь немножко диагональ меняется но смысл примерно тот же раз две ноги ушли и движение очень короткая минимальная то есть на грани в целом очень часто и фехтование и в рукопашном бою нужно работать на грани если вам наносят удар и вот он уходит но я чиркнул по нему рукой сейчас в разворот немножко в бок я чем вот это идеально на самом деле формально я по нему попал но никакого вреда ему не нанесу если это удар скользящий но вот это самое самое удобное для него и неудобная для меня ситуация если он ушел далеко я не попал как будем буду продолжать у меня есть пространство могли маневр учат ходить в последний момент последний момент и вот тут уже никакого пространства у меня нет а он меня уже начинает контролировать тем что имеет плотный контакт и здесь помимо прочего мы учимся уходить в последний момент на минимальную дистанцию сохраняя полный контроль просто еще раз который еще из маленьких нюансов сейчас очень правильно что меч горизонтально да здесь мой чуть выше и замах на всякий случай здесь смотрите по поводу замахов когда мы атакуем любую зону мы должны увидеть то место которым атакуем вверх я такую голову вот сейчас я вижу голову сейчас я вижу голову вижу 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 не вижу не вижу не вижу не вижу о снова вижу снова вижу вот атака должна начинаться когда я вижу цель здесь атака может начаться маленький здесь атака может начаться средний замах. Здесь атака может начаться, большой замах, но она не может начаться здесь, когда мои глаза перекрыты моими руками. И поскольку мы здесь атакуем КОТ с двух сторон, замах здесь, чтобы увидеть цель. Вот, сейчас я вижу цель, это достаточный замах для удара КОТ. И контратака точно так же, то есть ушли, увидели цель под руками, и этого достаточно, можно атаковать КОТ. Хорошо, вспомните, пожалуйста, вчерашний момент по поводу того, что от шаг под шаг это одно движение. Мы сегодня не зря делали ХС и Бурю с небольшим ускорением. От шаг под шаг это одно движение, от шаг под шаг одно движение. Опять же, если вы здесь, лицом ко мне, идет КОТ. Я ушел, но если я сделаю здесь паузу, у него миллион возможностей меня контратаковать, поэтому ответ должен пойти сразу. Еще раз просто. Почти сразу. Кстати говоря, по поводу киаи в ката есть что-то можно? Такой момент. То должно быть слышно в конце я. Сейчас так же. Вот пока эхо от я еще звучит, должно прозвучать то. Это означает, что мы не разорвали вот этот поток. Если происходит так, это не то, что нужно. Хороший ориентир, то есть, значит, я сейчас завис. Еще раз просто. Технически я все сделал правильно, но здесь возникла пауза. Ему достаточно повернуть мяч и все, у меня нет шансов. Поэтому даже если мы делаем медленно, нужно убирать паузу. Слитное движение. Хорошо, двинемся дальше. Пожалуйста, тогда... Да, ты самому. Так же. Кап! Хоп! Да, на третий обычно уходит половина семинара, на третью ката половину времени примерно. Но постараемся сейчас чуть покороче. Огромное количество нюансов. Я проводил семинар именно по теории ката и по тому, как ката должна работать. Он есть на ютубе, на моем канале. Вот третью ката мы разбирали именно третью ката. Потому что это очень яркий пример. Она очень странная, в ней много странных движений, которые вообще непонятно зачем, но каждое движение я там объясняю и показываю, что в нем есть смысл, и боевой смысл, и тактический смысл, и все остальное. Но самое важное, что нужно понять про третью ката, что мы здесь не касаемся друг друга мячом. Ни разу. То есть, я победил, но я его ни разу мячом даже не коснулся. Это ката про тактику и психологию боя. То есть, он сдается, потому что он понимает, что он не сумел никак поколебать мой дух. Он не сумел никак заставить меня совершить ошибку, хотя он пытался. И он понимает, что у него, пожалуй, нет шансов. И он понимает решение сдаться. Давайте сейчас некоторые технические моменты разберем. Айгедан. Сходимся. И первый идет цки. Да. Мое движение, я как бы забираю это движение. То есть, я не отбиваю его в сторону, я не просто убегаю. Сейчас еще раз. Сцки отсюда. Ощущение, как будто, смотрите, как будто я вот сейчас расслабь руки очень сильно. Как будто я вот что делаю. То есть, это подавление атаки не за счет противодействия атаки, а за счет принятия атаки и добавления к ней немножко своего контроля. То есть, он атакует, но сначала была его инициатива, а вот тут я уже перехватываю инициативу в процессе его атаки, и теперь уже я управляю его мячом. То есть, мы не должны ему помешать делать цки. Мы должны перехватить управление на его цки. И заодно мы как бы открываем центральную линию для своей контратаки. И вот в этой ситуации я уже, по сути, выиграл. Но я по какой-то причине решаю его не убивать, пожалеть и показываю ему, что я полностью контролирую центральную линию. Он пытается вернуть контроль и понимает, что у него не получилось вернуть контроль на центральную линию. Я по-прежнему контролирую. Он снова пытается вернуть контроль, и даже со второй попытки ему это не удается. Я полностью контролирую центральную линию. И вот тут он сдается. Я пускаю мяч в естественное положение, просто сюда. Все понял? Он осознал и говорит, да, я все понял, и возвращается в исходное положение. И тогда я его пускаю. Это ката про мозги. Она не про физические действия. Она про действия в голове. И про то, как взаимодействует психика двух бойцов в реальном поединке. Эта ката абсолютно бессмысленна, если не отыгрывать вот эту всю психологию, на мой взгляд. По двум причинам. Во-первых, у вас никогда в жизни не будет такой ситуации. Вы никогда не сможете применить эту технику, да, по сути. Но психология эта применяется вообще в любом бою. В любом бою кто-то психологически сильнее, чем кто-то другой. И если вы тренируете свою психику на то, чтобы вот... Это такая же тренировка, да. Вот как вы тренируете мышцы, так же вы тренируете свой мозг. Давайте попробуем сделать. Хорошо. Сейчас небольшой нюансик добавим. Добавим небольшой нюансик. Я говорил про психику, да. Угу. Кого не жалко? Юру. Учтач, стач. Учтач, стач. Как пульс? Юра Девчонки. У меня пульс поднялся. Да, это не заточенный меч, но он острый кончик. В принципе, он был в секунде от смерти. И он был в моих руках. И я отвечал за его жизнь в этот момент. И сейчас у меня участилось дыхание, у меня поднялся пульс. Мне стало жарко. Поднялся адреналин. У него, я думаю, так же. Вот это должно быть отыграно с деревянным мечом. Пожалуйста, не повторяйте это. Сами. Как дома. Дома, да. Ну вот тогда, понимаете, тогда в като появляется смысл. Тогда это не просто красивые танцы с мечами. Тогда в этом появляется смысл. И, пожалуйста, дайте себе на это время. Если выполнять очень быстро и в спешке суетливо, нет времени представить себе, что будет, если это настоящий меч. Нет времени, чтобы свою психику настроить. Поэтому като выполняется медленно. В том числе поэтому. Тут дело не в отработке скоростных движений. Скорость отрабатывается по-другому. Дело в отработке психологии. Вот я встал. Окей. И подумал. Вся моя жизнь. Вся мои 47 лет. Сейчас у меня за спиной. Вот то, кем я стал сейчас, в этот момент, в этом бою. Это вот все, что я всю жизнь сделал, оно сейчас сосредоточено здесь. В этом моменте времени. И после этого момента времени начинается моя следующая жизнь. Куда она пойдет? Вправо, влево? Кем я стану? Буду ли я жив? Погибну? Получу травму? Будет это победа? Будет это поражение? Вот этот момент определит всю мою дальнейшую жизнь. Вот такое должно быть отношение в като. Каждый раз это на острие вашей всей предыдущей жизни. И это развилка всей вашей следующей жизни. Вот если вы делаете с таким ощущением, то каждая като превращается в такое приключение. И като делаете настолько интересно, потому что это настолько яркое приключение каждый раз. Каждый раз это как будто вы, ну не знаю, посмотрели хороший самурайский боевик, но за одну секунду целиком. И вы отыграли сразу все роли в этом самурайском боевике. Ну все это происходит в жизни. Тогда като вообще не скучно делать. Извините, я остановился на этом сейчас именно в 3-й като, потому что иначе в 3-й като вообще нет смысла. Технически все это... Нет, есть, конечно, интересные моменты. Можно чисто технически. Например, вот эти сбивы, они на самом деле довольно эффективны. Потому что если мы работаем с настоящим мечом, это может быть что-то такое. Но то же самое движение, по сути это наши вчерашние суряги или учатоши. Цки здесь, вот это вот наяси, вот это движение поглощающее, оно на самом деле очень хорошо, достаточно эффективно работает. Например, при быстрых атаках мэн, сейчас я камайн, пожалуйста. То есть в спорте часто идут вот такие атаки, почти по прямой линии. Когда меч выбрасывается как цки, но в последний момент добавляется кистевой удар. И очень эффективно против этого работает что-то вроде наяс. Сейчас, пожалуйста, попробуй такой, не спеша. И очень эффективно против этого работает что-то такое. То есть когда меч сопровождается всю дорогу и здесь как бы немножко забирается. И идет какая-то контратака либо до, либо там что-то еще такое. Например, такие контратаки бывают. В спорте это работает очень хорошо, у меня поэтому болит правой локоть. Потому что я очень часто атакую такие мэны, я люблю быстро атаковать. И опытные бойцы часто меня... Сейчас медленно сделаю. Вот здесь меня очень часто проваливают таким образом. А поскольку я как бы хотел вложиться в удар и уже включил правую руку в последний момент, здесь у меня рука включается, но попадает в пустоту и травмируется немножко локоть. Очень эффективно. Поэтому с таким атакой приходится быть осторожным, если противник умеет делать подобные вещи. То есть мы здесь отрабатываем это медленно. Но сама идея не жесткого противостояния, а именно такого проваливания, она очень хорошо работает в спорте и где угодно. А также давай читай-чисточь. Ага. А вот здесь нет кей-кай. Нет. Нет. Ага. Хуу! Основная сложность четвертой ката, это то, о чем вчера говорили несколько раз. Переход от жесткого к мягкому. Когда мы сходимся, у нас возникает борьба за центр. Каждый из нас пытается захватить центр, но не чрезмерно, но если мы отпустим пальцы, то мяч должен удерживаться давлением между нами. И в тот момент, когда он принимает все-таки решение и с силой пытается продавить, я не пытаюсь бороться с ним силой, а ровно наоборот, исчезаю и он снова проваливается. И здесь у меня появляется время, чтобы выйти на хороший удар. То есть основные ошибки здесь это отсутствие борьбы, если мы просто легко это делаем, теряется смысл. Вторая классическая ошибка, если здесь у меня сохраняется напряжение, это очень хорошо видно со стороны, когда мяч оказывается нацки в каком-то таком положении. В момент ски меч должен уже висеть в воздухе фактически. То есть вот у нас здесь он держится, а здесь он уже висит, просто вот как маятник, буквально на кольце с большого указательного пальца. И отсюда потом прилетает. И третья классическая ошибка, это собственно ответный удар, который в результате начинает прилетать, если мы торопимся, напряжены, то удар начинает прилетать и отсюда по неправильной траектории. То есть он летит по кривой, здесь пытается выпрямиться, хаосу нету ничего. Поэтому важно здесь дойти до прямой линии и нанести удар по прямой линии. Это еще один момент. И приходится здесь еще важный момент в этой ката следить за ногами, за дистанцией, потому что цки, в принципе, конечно, есть определенная глубина, на которую она делается, но очень часто возникают нестыковки. И бывают люди с разной длиной ног, разного роста, делают цки. Кто-то слишком короткий, кто-то слишком длинный. И очень важно, чтобы я здесь авиентировался. Да, отсюда давай. Вот здесь я должен уже скоординировать свое положение. То есть ставя первую ногу, я должен уже понять, куда он пришел и куда мне надо поставить вторую ногу, чтобы выйти на оптимальную дистанцию в итоге. Если совсем плохо, то можно. То есть, конечно, будет... Да, да. То есть, бывают совсем плохие примеры, когда раз, и вот я здесь понимаю, что если я поставлю ногу правильно, то я ударю в пустоту. И тут, конечно, да, лучше скорректировать. Потому что это вот... Вот на это в первую очередь, даже на экзамене вот на это смотрят больше, чем смотрят на то, где там нога стоит. Потому что если увидят вот такое, сто процентов провал. Каты не выполнены. Если поймут, что да, он ошибся, но я эту ошибку смог все равно исправить, то как бы это скорее плюс. Окей, давайте попробуем. Ну, я покажу просто, какой вариант сейчас у нас используется, да, то есть это... Во-первых, хасо делается так в нашей версии, когда левый кулак остается в центре, правый смещается так, чтобы у вас цуба была примерно на кулак от губ, на высоте губ примерно на кулак. Это объясняется как редуцированный дзюдан. То есть, если мы, например, в дзюдан стоим так, и мы его дедуцируем, у нас получается хасо. Как говорил один мой знакомый японский самурай, хасо, это камай, чтобы резать жену. Потому что в помещении, когда пришли домой резать неверную жену, у вас низкие потолки в Японии, да, вы не можете стать дзюдан, но хасо можно, да, вот примерно как раз до потолка и отсюда можно спокойно резать жену. И, соответственно, есть такая рекомендация, переходить в хасо через редуцированный дзюдан. То есть я прихожу в дзюдан, я хочу прийти в дзюдан, но понимаю, что потолок низкий и прихожу в хасо. И тогда это выглядит не как убегание, а как небольшое давление. Давлю, и этим движением мы набираем силу, как бы натяжение того же самого лука. Дзюдан, например, это, в принципе, ощущение вот этого самого натянутого лука. Натянулся, готов к выстрелу, выстрелил. И вот здесь в хасо должно быть такое же натяжение. Натянул, готов к выстрелу. Я для себя еще немножко добавляю ощущение, помните, я говорил про стопы, которые раздвигают землю перед атакой. Вот здесь можно добавить такой, это используется на самом деле в дзюдан, в том числе и в спорте, когда левая рука уже начинает тянуть мяч к цели, а правая немножко сдерживает. И в нужный момент правая просто отпускает. Так иногда атакует. И здесь такой небольшой интуцированный момент. Левая рука уже тянет к цели, а правая еще придерживает. И, соответственно, в момент атаки правая не отпускает, но она расслабляется. Правая расслабилась, левая уже готова. Тогда у вас этот удар будет получаться эффективно, быстро и расслабленно. И в Аки Камая продолжение этой истории. То есть я хочу в дзюдан, но перешел в хасо. Я хочу в дзюдан, хочу в хасо, но перехожу в Аки. Приход в Аки делается у нас не через низ, а тоже через вот такое давление. Давлю, ну хорошо, давай отсюда. Вот с таким ощущением. То есть это не убегание. Я не отступаю. Все время вперед. Как бы немножко, знаете, с ощущением, как будто меч отталкивается от чего-то. Вот там стоит панент, я от него отталкиваюсь и перехожу сюда. С таким ощущением. Все время с внутренним давлением, психологическим давлением, даже на девяти шагах стараемся давить и на оппонента. Это первый момент. Второй можно? Сейчас Айумен, пожалуйста. Моя задача вытеснить его в процессе удара. Его задача вытеснить меня в процессе удара. Сейчас у тебя получится вытеснить, поэтому энергии много, но постарайся все-таки меня не убить. Хорошо. Вот по-хорошему должно быть так. Сейчас он вложил больше энергии, он сделал более правильно. Вот это самое движение колесом, которое в Оно Хай Турю применяется. Оно здесь должно присутствовать. То есть, когда мы отсюда наносим удар, это вот это самое большое колесо. Движение амплитудное, аж вот из-за спины, но это колесо. Иногда его делают слитно, то есть сразу сюда, но чаще делают с небольшой паузой. То есть, пауза и сюда. Но это пауза, это не остановка, это как бы замедление. Натянулись, но ментально, как бы духовно, это все равно вот это вот непрерывное давящее воздействие на психику оппонента. И здесь как бы никто не побеждает. Мы останавливаемся именно потому, что мы понимаем, что я пытался, он пытался, но у нас не получилось. И вы вышли в патовую ситуацию. Если бы у меня получилось, то это должно было закончиться уже здесь. Должно было закончиться так. Поэтому ошибкой здесь, наверное, будет не то чтобы ошибкой. Формально вроде все правильно, но не очень осмысленно, если мы просто стукнем, приведем мячи в это положение. Зачем мы это сделали? Оба ударили в пустоту. Зачем? Непонятно. Никакого смысла. Мы хотим сделать аючий, но уже здесь мы понимаем, что не пошло, и поэтому даже перестаем сближаться. Мы не хотим, чтобы у нас было так. Мы понимаем, что мы оба сильны, нам обоим удалось законтролировать центр, мы останавливаемся в этом положении. Поэтому здесь дистанция чуть больше, чем нужна для атаки. Давайте попробуем сейчас еще раз все-таки сделать четвертую. Антон, нюансик. У вас не случается, когда мы бьем? У нас не часто, но прям меч в меч попадает. Да, у меня здесь сломан меч, поэтому не часто, но очень жаль. Не то чтобы нормально, но бывает. Смотрите, здесь есть небольшой чит, тогда покажу. Чит показал как раз Миново Сенсей, у которого мы были в Японии. Заключается он в следующем. В том, чтобы в момент встречи чуть-чуть повернуть клинки навстречу друг другу вот так. То есть не лезьями, а с шиноги. За счет этого, смотрите, у нас консен уходит чуть-чуть вправо. То есть вот консен здесь, если я чуть поверну, он ушел на 5 сантиметров вправо. И вот здесь мы атакуем по прямой линии, но за счет небольшого поворота, именно в момент сверху, то есть в момент реза нам надо вернуть уже обратно. Но в момент движения чуть-чуть повернуть клинок, мы тогда гарантированно ловим меч противника. Вот лезья в лезья поймать сложно. Если ты хочешь его встретить по дороге, чуть-чуть разверни, у тебя увеличится плоскость, этой плоскостью ты встречаешь, и как только ты встретил, ты возвращаешь на ленью реза. Немножко такая более продвинутая вещь, но она очень хорошо работает, и даже когда мы работали с остальными мечами, это прям хорошо, потому что стальным мечом попасть вот так вот меч в меч ровно очень тяжело. Но вот за счет этого получается, потому что сбоку-то нельзя, сбоку это будет ошибка. То есть вот эта ошибка, удар наносится прямо, но за счет этого подгиба небольшого вращения, это гораздо легче, можно в принципе использовать. Очень хорошо, но опять немножко забываем про базовые вещи. То есть опять здесь ноги остаются сзади, опять осанка такая. С дистанцией возникает проблема. На всякий случай напоминаю, еще раз я только что сказал, что здесь дистанция в момент атаки, это не дистанция реального удара, она больше. То есть мы раньше останавливаемся. В старой версии там был даже отшаг. То есть была версия, когда здесь перед ски, я сейчас делаю ски, то есть здесь делся отшаг и потом подшаг ски. Но его убрали лет 15 назад из официальной версии. Поэтому если вы просто отрабатываете каты для себя, я думаю, в этом нет ничего плохого. Это достаточно осмысленное действие, раньше оно было, ничего проблемного нет. Но просто на официальных экзаменах это считается сейчас ошибкой. Поэтому считается, что вот мы сразу должны сойтись. Здесь мы уже должны понимать, уже должны скорректировать дистанцию в процессе аючи. Уже мы корректируем и только после этого уже с места делают цицки. Да, и здесь есть небольшой провал, конечно, у меня. У него, естественно, провала нет. То есть его стойка должна быть прямая и хорошая. Но я вижу, ты все равно эту дистанцию выбираешь руками, да? Да, да, да. Потому что у меня же здесь руки вытянуты вперед, я не могу сделать ски с вытянутых рук. То есть это не так должно быть, да, конечно. Не ногами цки. Да, да, да. Ну то есть, нет, как раз ногами, но мне все равно нужно прийти в камая и отсюда уже сделает цки, конечно. По поводу цки, смотрите тогда небольшой комментарий. У тебя меч в хорошем состоянии? Да. Да, отлично. Камай, камай, камай. Делай цки, пожалуйста. Еще, еще, еще. Вот. Вот сколько силы нужно, чтобы просто зажатую руками меч протолкнуть. Это довольно тяжело вроде как. Особенно здесь грудная клетка, ребра, вот это все, да? Хорошее вот это упражнение попробовать. Главное, чтобы не было щепок на мяче, на бокене, да. Возьмите бокен поприличнее, вот так плотненько сжали, прижали к телу и дайте товарищу поотрабатывать именно такое движение. Я? Да. Соответственно, сейчас, пожалуйста, в обратную сторону. Вот так, да, и ближе к телу, чтобы был, да. Смотрите, и здесь важно почувствовать, что это делается не животом и не руками, а всем этим одновременно. Движение от задней ноги, толчок, работает задняя нога, работает центр тяжести, работают руки в таком положении, в котором они как бы, ну, подпружинены, но не вытянуты и не прижаты к телу. Оптимальное положение рук. Да, они немножко, немножко акцентируются за счет того, что уплотняются скорее, то есть. Вот этого нет. Ну, есть, но оно не экстремальное. Я имею в виду локти до конца. Нет, до конца локти вообще в боевых искусствах упрямляет плохая идея, потому что они травмируются от этого. Они и сами по себе травмируются, а если до них еще в этот момент доберется оппонент, то они травмируются гарантированно. Да, быстро и гарантированно. По поводу меч, он вертикальный? Здесь, да, горизонтально. Нет, он здесь поворачивается. Да, да, да. То есть здесь, я же здесь иду между ребер. Да, здесь с поворотом. В третий прямо, потому что он идет в центр и ребра справа и слева. Соответственно, конечно, вот так. по центру, но если в легкое, то меч поворачивается. У нас... А? Ну, да, а вот куда консенс смотрит, он автоматически поворачивается сюда, куда нужно. В эту сторону неудобно, сюда. Правый рукав накрывает, добавляет плотности. В спорте у нас есть цки, это укол в горло, и есть, грубо говоря, два типа зонсин, который более-менее, ну так, относительно гарантирует то, что этот цки будет защитным. В первом случае это касается того же, что происходит после этого с оппонентом. То есть, в момент после укола оппонент должен чуть-чуть отскочить назад. Не от того, что он боится, а от того, что ты его как бы отталкиваешь. То есть, если посмотреть... Поближешься дальше. То есть, если сделать это рукой, то это должно быть... Да, вот. Если я сделал так, то это не щитово. Если я сделал так, то тогда это щитово. То есть, я его чуть-чуть сбил с ног, а при этом сам я остался стоять в хорошем положении. То есть, если я сделал так, то это тоже не очень хороший вариант. То есть, я его оттолкнул, но сам остался стоять на месте. Вот это прям оптимальный вариант. Второй вариант тоже есть. Когда мы делаем... Специально не отходить. То есть, я как бы оттолкнулся, но я не его оттолкнул, я себя от него оттолкнул. И это тоже считается. Но в любом случае, вот эта плотность, она возникает. То есть, если просто что-то такое, это не то, что нужно. В некоторых обстоятельствах может сработать, но по базиске это все-таки довольно плотное. Плотное воздействие. Оно предполагает мгновенное напряжение в момент контакта. Потом, конечно, да, нужно расслабиться и сохранить контроль. Но в момент контакта плотность должна возникать. Ху! Коротко по форме. Дзюдан. У меня стойка Сейган. Сейчас я про нее чуть подробнее скажу. Сходимся. Снова, дистанция удобная для него. То есть, он отсюда должен достать. Соответственно, снова, как в первой кате, здесь очень похоже. В последний момент я ухожу, выполняю Суяги. Замах, контратака. Здесь пауза. Заншин. Опускаем меч в точку между бровей. Сохраняя давление. Сохраняя давление. Начинаю смещаться назад. Дзюдан. Здесь лучше делать небольшую паузу еще в этом моменте. Небольшая пауза. Ну, ты как бы погиб. Я должен контролировать ситуацию. Как раз наоборот. То есть, он должен мне дать возможность показать контроль ситуации. То есть, это заншин. Да, здесь такой. Он, скорее, один, но он длительный заншин со сменой положений. Только после этого возвращаемся в исходное положение. Там сейчас будет нюанс. И возвращаемся. Здесь, смотрите, сейчас, когда после атаки меч остается здесь, это не очень хорошо. Да? Да. Потому что, в принципе... То есть, все равно надо прорубать как в первой? Да. Но не совсем как в первой. Смотрите, здесь, по смыслу, чем отличается здесь первый от пятой. Я, если я у читачи. То есть, вот мы сходимся. Сейчас неважно, да. Из Сейгана. В принципе, можно и первую сделать тоже из Сейгана. Нет. Ты сейчас Сейган. Чуть-чуть сюда. Вот. Я могу попытаться как в первой его прорубить, а он просто отойдет назад и сделает Нуки-мен. Мы можем здесь сыграть в первую ката. Но я уже к пятой, наконец, стал поумнее. То есть, я ему создаю... Я здесь учитель, да? Я ему создаю уже более сложную, более реалистичную ситуацию. Я играю противника, который стал чуть умнее, чем он был в первой. Это в первой я был дурак и дуболом. А теперь-то я умный. Я понимаю, что... Да, сейчас вот он уже может отойти. Я ничего не делаю сейчас. Да. Он же может отойти. Мне нужно что-то сделать так, чтобы он не успел отойти. Может, надо быстро ударить. У него голова открыта. Конечно, он знает. Конечно, он будет защищаться. Конечно, он будет защищаться от моего удара. Но если я сделаю так, то, может, он не успеет. И поэтому этот удар, он быстрый. А быстрый удар, значит, руки расслаблены. Если руки напряжены, у вас не будет быстрого удара. А если у вас быстрый удар и расслаблены руки, и он делает все ряги, то ваш мяч улетит в сторону и вниз. Так до какого уровня здесь прорубать? В уме иметь? До подбородка. До подбородка. Да, это короткий удар. Мы не пытаемся вложить всю дудь, чтобы прорубить аж до пояса. Короткий рез, достаточный, чтобы порезать лицо, грубо говоря. И просто инерция вот этого движения, вот сюда и пам, меч отбрасывается, а руки просто расслабляются. И они естественным образом расслаблены, руки опустятся сюда. Если руки напряжены, они, конечно, тут останутся. Но если они расслаблены, они улетят хотя бы вот сюда, примерно сюда. Вот здесь уже восстановите меч, чтобы он не улетал совсем уж куда-то. И тогда получается очень хорошо логичное обратное действие. Потому что если я здесь, например, сейчас в эту сторону, часто бывает так, например, что вот я ударил напряженную, делаешь суляги, я ударил напряженную, и у нас получился вот что. И какой ему теперь смысл делать обратное движение? И люди спрашивают, ваша ката не работает. Конечно, она не работает в неподходящей ситуации. Любая техника работает только в подходящей ситуации. В этой ситуации, сейчас ты его читаешь. Я его выманиваю. Ну давай, попробуй. Извините. Попробуй свой быстрый удар. И вот выманивая его на быстрый удар, я понимаю, что я могу использовать суляги. Если ситуация не подходит, значит суляги использовать не надо. Но здесь учитатель создает подходящую ситуацию. Он же меня учат. Он мне показывает, что вот в этой ситуации суляги будет эффективной техникой. В этой ситуации использует суляги. В будущем. В похожей ситуации использует суляги. По поводу Сайган здесь... Встаньте сюда, пожалуйста. По умолчанию, если мы просто встанем в чудо, начнем с чудо. Сюляги в базовом нижнем варианте рекомендуется направлять примерно в глаз. В левой. Да. Есть даже такая рекомендация. Центр лба, глаз и пупок. Вот острый треугольник, это те места, куда можно направлять Сайган. И любое из этих положений, так, 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 это все будет Сайган. У Сайган нет определенной высоты. То есть высота Сайган зависит от положения мяча противника. Конечно, в катах формализовано примерно на высоте горла. В, допустим, спорте мы обычно ниже держим мяч. И часто ошибка спортсменов делать кат из-за очень низкого положения. Нет, здесь все-таки у нас достаточно высоко. Но это зависит от ситуации. То есть в любую стойку встань, пожалуйста. Ну, в принципе, вот уже все. Вот он уже стоит в стойке. И вот сейчас я принял тот Сайган, который, по моему мнению, эффективен против вот этого положения. Я чуть-чуть накрыл его мяч заранее. То есть я уже понимаю, что я его буду сюда придерживать. Какая-нибудь другая стойка, любая. А вот здесь я бы встал, например, вот так. Я не знаю почему, но вот мое ощущение, что так я чувствую себя безопаснее. То есть в реальном бою это не формализованные положения, что вот сантиметр сюда, сантиметр сюда. Вы смотрите на ситуацию. И здесь, соответственно, он стоит в дзюдан. И я понимаю, что удар пойдет по центру. То есть формально мы угрожаем предплещем. Да. То есть по-хорошему, да. Если он ничего не делает, то я буду атаковать ближайшую руку. Если он, кстати, встанет в обратный дзюдан, то у меня вот эта рука может открыться. Это, кстати говоря, очень часто сейчас просто встанет дзюдан в любой. Часто используют, что вот по базе так, угрожают сюда, потом атакуют сюда. На первый раз прокатывает, на второй раз не прокатывает. И тогда приходится еще раз просто. Приходится делать так. Сюда, сюда, а потом опять сюда. И вот часто так приходится переключать стойки, переключать угрозы. То есть сейчас встанет в любой. Сюда угрожают ски, угрожают кутэ, угрожают, а потом пошел сюда. Часто это игра вот такими угрозами, которые заставляют оппонента дергаться, дергаться, дергаться. Например, сейчас попробуй кутэ. Сделай просто кутэ. Часто вот бывает так. Кутэ близко, соответственно, дистанция сейчас просто сюда. Вот так. Часто, например, так делают спортсмены. Или наоборот, сюда идет удар. Так делают. И поэтому нельзя просто взять и ударить куда ты хочешь. Приходится человека дергать. И ты угрожаешь, ты понимаешь, что он готов, значит я поменяю. И часто это игра на уровне психологического взаимодействия, на уровне угрозы. Сантиметр сюда, сантиметр сюда, сантиметр сюда. Поэтому нельзя сказать, что сайган это строго в какую-то сторону. Это живое состояние достаточно. А как переводится слега? Не точно, не могу точно сказать. Я читал, да. Там нет явного перевода. Это очень древнее название. Есть разные версии на этот счет. Божественное слово. Да. И не переводим его словом. Да. Соответственно, что мы забыли еще из этого важного. Да, естественно, еще раз. Естественно, от шаг под шаг здесь снова у нас в последний момент, снова слитно. Единственное, что здесь в последний момент наступает сразу. Потому что его удар сразу не обратим. Но как только он пошел вперед, тогда мы уходим и мгновенно возвращаемся. Да. И здесь по поводу Зансин. Да. То есть вот мы вернулись. Да, обратите внимание, он здесь не проваливается, как в первой. В первой проваливаемся. В пятой не проваливаемся. Он не вложил так много энергии, чтобы провалиться. Руки пролетают, но тело остается в идеальном положении. Поскольку его тело в идеальном положении, мне нужно продолжать его контролировать все время. Я контролирую его здесь. Я понимаю, что мне нужно отойти. Я его контролирую здесь. И отходя, я продолжаю его как бы придерживать. То есть вот я от него отхожу. Вот мы с ним подрались. Ну что, успокоился, да? Точно? Точно, да? Точно? Ну окей. Хорошо. Вот с таким ощущением. Я ухожу. Да? Ну окей. Хорошо. А тут уже все. Тут уже я продолжаю контролировать. Но уже я разорвал дистанцию. И отсюда я могу полноценно атаковать вперед. Здесь момент разрыва. Кстати, да, вот интересный момент. Опять же для спортсменов это известно. Безопасное положение, например, здесь. Вот это достаточно безопасно. Потому что, чтобы нанести ему удар, мне нужно разорвать дистанцию до состояния примерно такого. Отсюда я могу атаковать. Это эффективное положение. Но вот здесь положение снова перестает быть эффективным. Потому что мне здесь... Я не могу сделать шаг назад с атакой. Не могу сделать шаг вперед с атакой. Потому что мне дистанция неудобна. Вот здесь на месте можно ударить. Есть такие способы. Но обычно новички их не знают. Поэтому оказывается вот здесь беспомощный. И вот здесь беспомощный. А вот только тут возникает снова ситуация боя. И очень часто бывает так, что, например, у нас в поединках начинающие оказываются на расстоянии удара. Вот просто в ходе боя. Но ударить не могут. Потому что им нужно время на то, чтобы сблизиться и подготовить удар. А назад они еще не могут ударить. Потому что они слишком далеко. И вперед не могут, слишком близко. И вот это положение между вот этим дистанцией и вот этой дистанцией. Оно самое опасное. То есть процесс сближения отсюда сюда. Вот здесь начинается самое опасное положение. И вот здесь выигрывает тот опытный. Потому что обычно опытные люди могут эффективнее атаковать с короткой дистанции. Вот такой со средней. И поэтому здесь, когда мы уходим, вот здесь я в безопасности. Я его фактически держу. Здесь в безопасности я его держу. И здесь в безопасности я его держу, но уже за счет большей дистанции. А в процессе разрыва, в процессе разрыва вот тут я оказываюсь, вот здесь самое опасное. Вот тут, когда я отступаю, но его уже не держу вот это опасная ситуация. И поэтому даже здесь делается небольшое ускорение. Медленно, медленно, а разрыв дистанции чуть быстрее. Потому что мне надо быстро проскочить от опасной ситуации. Знаете такую самурайскую поговорку? Дай ему порезать твою одежду, но порежь его плоть. То есть это о том, что чтобы победить, вы должны рисковать. Чтобы победить сильного противника, вам придется оказаться на сантиметре от смерти. Не получится безопасно и легко победить сильного оппонента. Поэтому здесь судьяги – это опасная техника. Часто можно получить по пальцам. Поэтому мы с Цубой обязательно это делаем всегда. Бывает, что промахиваются люди. Если атака пошла не точно в нужное место, а чуть-чуть сдвинулась, могут попасть по руке. Могут попасть по голове. Поэтому делайте, пожалуйста, медленно. Но если я делаю судьяги, я понимаю, что я в опасности. То есть я не надеюсь на то, что очень медленно. Что 100% я его меч отобью и 100% нанесу. И тогда, как бы, ну, сейчас просто я у многих вижу, что вы слишком акцентируетесь на эффективности этого судьяги. И поэтому возникает здесь напряжение, возникает пауза и возникает невозможность мгновенно контратаковать. На самом деле я думаю об этой контратаке. И судьяги – это все-таки часть контратаки. Я хочу ударить. Я не хочу защититься. Легко защититься и убежать. Защититься и убежать очень легко. А вот контратаковать с одновременной защитой – это сложно. То есть это должно быть прямо на грани, на грани касания, на грани попадания. То есть это сейчас у нас получилось хорошо, потому что был очень такой тонкий, легкий звук. Вот звук судьяги должен быть такой. Вот такой звук на судьяги – это уже не совсем судьяги. Это скорее харай какой-то сбив. Да, судьяги – это вот сейчас мельненько. Вот, вот очень тонкая техника. Кстати, если взять стальные мечи, это становится более очевидным, потому что на самом деле деревянный меч тверже, чем стальный. Вас это может удивить. Но вот, допустим, я не могу взять и вот так согнуть деревянный меч. А стальное легко. Он гнется. И, например, давление сейчас, камай, пожалуйста. Вот обоюдное давление, которое мы можем оказать друг на друга здесь деревянным мечом, гораздо больше, чем стальным. Стальные уже начнут вот здесь гнуться, если мы их начнем давить со всей дури. Особенно в четвертой, да, вот если мы сошлись, да, вот здесь. И особенно если плоскости. Прямо можно увидеть, что у нас плоскость меча гнется. Если чуть-чуть повернуть, кстати, она перестанет гнуться. Потому что, да, добавится плотности. Но в целом, работа с стальным мечом, она более тонкая, аккуратная и легкая, чем даже с деревянным. И поэтому, кстати говоря, вот Минова-сенсей, к которому мы ездили, он у одного из наших киндоистов увидел бакен, сделанный из очень легкого бамбука. Порисованный бамбук, очень легкий, фактически, вот как ощущение, как будто бумажный. Он увидел, так сказать, оооо, какой хороший бакен. Скажите, а где вы купили такой бакен? Здесь, в Японии, в Токио, да? Ооо, какой хороший бакен. Я бы хотел позаниматься с таким бакеном. Ему пришлось подарить, конечно, сенсей этот бакен. Ну, сенсей был, конечно, очень доволен. Потому что, да, я понимаю, но человек постоянно практикует с настоящим мечом. У него эти мечи висят просто вот, вот как у вас здесь лежат, у него стальные клинки лежат там в додзе. Да, кстати, да, не догадался. А тут вопрос по поводу работы на Казавет на Суспе. Тут есть? От шаг под шаг есть, да. Он, кстати говоря, вот к вопросу, он становится со временем иногда очень компактным. Да, 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 да. Как вот в ОНУХА, они в статье описаны от шаг под шаг, как явный. А если посмотреть видео, это выглядит вот-вот почти на месте. Почти на месте. Ну и по факту это получается почти на месте. Мои ощущения, знаете, здесь даже не в том, что этот от шаг всегда нужен, чтобы разорвать дистанцию. Но он часто нужен, чтобы дать импульс этих бедер. Сейчас попробую показать. То есть это скорее как движение. За счет вот этого движения ног мяч и выбрасывается. Не за счет того, чтобы я руками его поднял, а за счет того, что ноги сделали какое-то микродвижение, которое позволяет мяч поднять с достаточно высокой скоростью. Ну то есть оно редуцируется постепенно. Ну в кат, конечно, на экзамене его приходится делать, потому что иначе... Да, еще небольшой нюансик. Здесь часто ошибка. Это заброс мяча слишком далеко. Ну вы знаете, что он должен быть. Здесь он, мяч поднимается фактически вверх. Сейчас я сделал с паузой, но должно быть без паузы. Для этого нужно очень хорошо обращать внимание на левую руку. То есть если мы забываем, что у нас левая рука тянет к цели все время, то возникает этот заброс. Если мы делаем... Сейчас я делаю суряги, но при этом я помню про то, что моя цель-то там на самом деле. Я же не с тенгу летающим сражаюсь, да? Я сражаюсь с противником, который там. Поэтому уже тяну, 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 и тогда у вас получится правильный замах. Если вы сразу тянете туда. Ну в общем, это было как раз в Японии. На какой-то... О, перерыв. Вот так же, как я сейчас вам в перерыве показывал. Вспоминал, точнее, я, да? Так же мы в перерыве, там кто-то чаек пьет, кто-то на татаме сидит. И ко мне такой, значит, подходит сенсей. Дает мне фукурусинай. Пойдем, да? Пойдем. Пойдем поболтаем. И я такой говорю, сенсей, шинкеншобу. Ну типа, ну попробуй, шинкеншобу. А шинкеншобу, это по-японски значит настоящий поединок. То есть поединок, как в жизни, в реальной. На боевом мече. Синкен это боевой меч, настоящий меч. Но мы работали с безопасным оружием, но без доспехов. То есть это вот то, что я вам сейчас рассказывал, да, про психологию третьей ката. То есть мы попытались с ним отыграть настоящий бой, настоящую дуэль на безопасном оружии, но при этом сохраняя вот настрой. Но я там применил как раз навыки из яйда. Не технику, а именно навыки. То, что я говорил про то, что мы не изучаем ни сколько технику, сколько навык. Получился рисунок боя такой. Сейчас чуть поближе. Мы сошлись. Немножко была разведка. И дальше я сделал следующее. Я начал сближаться, накрывая его меч сверху. Прямо вот таким образом. В этой ситуации можно поступить по-разному. Сейчас ты накрываешь мой меч. В этой ситуации можно поступить по-разному. Можно попытаться бороться, но это не очень эффективно, да, потому что тут меня как раз и поймают. Можно попытаться пройти здесь. И разумнее, на самом деле, когда тебя давят, не пытаться бороться, а отпустить и контратаковать. Это, естественно, делается на высокой скорости. Это легкое расслабленное движение и точно в цель, потому что мы быстро ударили, режем до подбородка. Соответственно, вот сейчас медленно делаем. Я тебя отдавливаю, ты освобождаешь меч и режешь до подбородка. Да, вот. Смысл примерно такой. А технику я применил другую. То есть я сделал так. Сейчас отыграем эту историю. То есть я начинал. Я сделал так. То есть это называется Оришики До по-японски. До это удар в корпус. Оришики, не знаю, вот это с падением. Это До с падением. Но если я, допустим, и конечное положение, сейчас, по-другому, то есть он атаковал голову, но чтобы уйти от этой быстрой атаки, я упал вот в такое положение. И контратаковал корпус. То есть его меч остановился здесь. Да, он бы в жизни, он бы, может, поцарапал бы меня. Но вся энергия-то осталась там, вверху, да. А я вложил уже всю свою энергию сюда. Ну, я был бы травмирован, а он был бы мертв. И смотрите, здесь фокус в том, что если бы я это сделал и упал на колено, я бы разбил себя колено. Если бы я это делал и опускался медленно, я бы не успел. Соответственно, задача здесь упасть, упасть, но не коснуться коленом пола. Сейчас колено остановилось в сантиметре от пола. И это навык, который нарабатывается как раз в ката-яйде. Потому что вот первую ката, которую я сейчас делал, это было... Здесь я стою на колени. 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 Здесь я поднимаюсь. Заншин. Сейчас я другой ногой сделаю, чтобы было видно. Заншин. А потом я опускаюсь, и вот здесь я зависаю в положении, когда колено не касается пола. И в этом положении некоторое время стою. И потом возвращаемся в исходное положение. Получается Заншин Пам. Раз, раз. Убираем меч. Пауза. Держу. То есть это вообще не в технике нарабатывается, а нарабатывается в этикете. Но потом вы это можете использовать в технике. В положении то же самое, мышцы задействованы на те же самые. К вопросу о пользе этикета. Как мы видим, тоже, да? Некоторые-то раз проваливаются. Да. То есть то, как мы садимся, это уже учит нас правильно работать с поясницей, правильно работать мышцами, правильные осанки. Да, да, да. Вот это положение, как нас объясняют, ты должен садиться, как тигр перед броском. То есть ты садишься не как в химках. Видимо, да. Не как пацаны в химках садятся, да. А как тигр. Давай. И пошел. И ты такой, кладешь руку на меч и говоришь, давай, Вась, присядем. Хорошо. Тоже, пожалуйста, учитач. И по! И по! В этой ката, прежде чем мы поступаем к техническим действиям, есть некие торнобожные действия. Сначала мы его покажем, потом я объясню, почему он делается и, собственно, зачем он весь нужен. Начинаем с того, что я опускаю меч. Гедан, да? Да, Гедан. Сошлись. И мы чуть-чуть начинаем сходиться. То есть, я начинаю поднимать меч, он начинает немножко опускать меч. Такого нет? Нет, сейчас. И вот тут, еще до того, как мы встретились, он уходит назад. С Гедан я его преследую. Дальше преследую. И только после этого он возвращается в Чудан и делает, собственно, технику. Котэ. Суряги Котэ. Давление. Заншин. Небольшая пауза. Он возвращается. И возвращается в исходное положение. Получалось, что у нас в начале было, мы сошлись. Что-то произошло, но удара не было. И мы снова сошлись. И теперь началась техника. Котэ суряги Котэ. Зачем все эти истории были? Непонятно. Зачем вот это все? Вот это все? Вот это все? Зачем это все? Непонятно. И по форме катэ это понять невозможно. Это нужно знать, что, собственно, происходит по бункаю. Котэ суряги Котэ мы с вами отрабатывали вчера. В детской версии. То есть в самой упрощенной версии вот этот Котэ суряги Котэ почти в таком же виде и есть. В шестой катэ он не отличается практически от того, что мы делали с вами вчера в ученической форме. То есть вот мы сошлись. Котэ. Суряги Котэ. Единственное, что там это по линии, здесь мы немножко уходим в сторону. Соответственно. Вот. Но в этой катэ самое важное происходит на самом деле в начале. Значит, что здесь происходит в начале? Я принимаю гидан. Это угрожающая стойка. То есть, в принципе, если мы сейчас сойдемся в таком положении, и он никак не среагирует, я могу сделать сюда и отсюда, могу сделать Котэ и отсюда, и в конце концов я угрожаю его уязвимым зонам. Либо так, либо сейчас, например, так. Опять же, в Курю есть варианты, когда идет Мэн. Пожалуйста, Мэн. Извините. Например, так. И сюда. Это техника из Мизугучи Ха и Торю, например. Там еще много вот таких подрезаний. Когда пошла атака, подрезание снизу. Человек проваливается. Закончили. Я не очень хорошо делаю, поэтому извините сейчас, поскольку пишется. Не считайте, что это правильное исполнение. Я просто показываю принцип, что гидан – это достаточно угрожающая стойка. Я приближаюсь к нему в этой угрожающей стойке, и он понимает здесь, что я не просто так стою, и он пытается мой меч как бы придержать. Отсюда он уже не успеет, но он говорит, что я вижу твою угрозу, и я готов к ней считаться. Я понимаю, что оставаться так мне уже невыгодно, и я угрожаю его КТ отсюда. То есть я принимаю решение об атаке КТ. Сейчас помените. Вот здесь я уже понимаю, что сейчас будет поздно, он мой меч накроет. Тут еще рано, а вот тут в самый раз. Мне идти близко, он еще не успел, и я могу успеть сделать быструю атаку кисти. Но он это считывает и уходит назад, убирая руку. Я продолжаю угрожать, но он ее убрал. И вот теперь посмотрите, эта рука оказалась далеко от меня, а вот эта оказалась гораздо ближе. И в тот момент, когда эта рука от меня удаляется, я переключаю свою атаку на следующую руку, на другую. То есть я понимаю, что сейчас его ближняя рука под угрозой, иду на ближнюю. Черт, она ушла далеко, но открылась другая, поэтому теперь-то я буду атаковать вот эту. То есть вы не просто формально опустили, формально поднялись, формально что-то сделали, шаг, он зачем-то пошел назад, зачем-то вернулся, и как бы все закончилось. Непонятно. Вот если вы психологически отыграете вот эту картину, она, во-первых, станет для вас приключением, длиною в последние пять секунд вашей жизни. Во-вторых, со стороны комиссии, со стороны зрителей, это будет выглядеть как ситуация, похожая на то, что происходит в бою. Сейчас еще раз. Я угрожаю. То есть ты уходишь раз, и следующий уход, ты возвращаешься в контроль над центром. То есть смотри, сейчас медленно. Ты угрожаешь. Да, да. Но смысл в том, что это не просто раз-два. В этом движении содержится несколько психологических взаимодействий. То есть очень медленно ты атакуешь. Гедан, Гедан. То есть вот здесь я понимаю, пошла угроза ближайшей руке. Я убираю руку, отхожу, и вижу, что нет, сюда. И вижу, что он поменял направление, он угрожал здесь. Здесь я вижу, что он поменял направление, и он меня преследует. Он идет вперед, я пячусь назад, моя скорость ниже. Я не могу пячется бесконечно, у меня там стена и грядка с помидорами. И тогда я решаю выйти из этой опасной ситуации и вернуться в чудан. Тем более, что его меч здесь, и я могу его здесь немножко контролировать. Сейчас еще раз от центра. Гедан, пожалуйста. То есть еще раз. Он угрожает, я убегаю. Он угрожает здесь, я продолжаю убегать, но уже с контролем центра. Поэтому получается два шага. Но второй шаг уже возврат в чудан. То есть это будет раз-два. Формально это выглядит, при формальном плохом исполнении, это выглядит как... Зачем? Почему? Убегаю, убегаю! Окей, идея понятна? Давайте попробуем сейчас отыграть вот этот момент, только этот момент. И дальше, потому что дальше есть продолжение этой истории. На этом история еще не заканчивается. Это только первая часть истории. А, Яме, смотрите, пожалуйста. Должно быть преследование. То есть это как раз та же история, о которой мы говорили про преследование. Первый удар не получился, мы делаем второй удар, третий удар. Но здесь вот это преследование, оно без ударов. Мы как бы делаем не серию ударов, мы серию угрозы создаем. Поэтому тот, кто угрожает, он должен двигаться вперед. То есть я иду вперед, вперед. Но как бы шагов здесь нет, но это виртуальное постоянное давление. То есть он должен понимать, что если он сейчас не разрулит, то будет вот что-то такое. Поэтому вы должны давить на него непрерывно. Таким как бы виртуально-виртуально. То есть давление, смотрите, не обязательно физическое движение. Вот если он уперся и не пускает меня, это тоже давление. Вот я давлю, и он давит. Но это не остается на месте при этом. То есть вот так, конечно, видно, что я давлю. Но и на месте я тоже давлю. Поэтому здесь угроза давления. Здесь физическое давление, а здесь остается давление на месте. Но если он из этой ситуации не выйдет, оно выплеснется на него. И поэтому он вовремя выходит из этой ситуации, своим вторым шагом возвращается в чудо. Обязательно нужно его преследовать. Преследую, преследую. Угроза, угроза. Даже если это будет сейчас небольшой подшажок, это будет лучше, чем если получается так. Сейчас плохой пример, как делать не надо. Как делать не надо. Угроза. А вот теперь, вроде я формально направил мяч куда надо. И формально сделал все правильно. Но он вообще не в опасности. Я его в жизни не достану с такой дистанции. Поэтому вот, да, что заставляет его попятиться дальше. И вот то, чтобы он пятился, это очень важно в этой кате. Потому что следующая история развития ситуации связана именно с этим. Не будем замедляться, давайте сейчас про нее тоже поговорим немножко. Итак, вот мы, если мы эту кату разобьем на две части, отдельно вот это взаимодействие, отдельно КТ-сюдаги КТ, это немножко потеряет смысл. Потому что его атака КТ вытекает из предыдущей ситуации. Каким образом она вытекает? Здесь он думал, что он молодец, и он понял, что он вынужден от меня убегать. Он уже в проигрышной ситуации, он пятится, он уже почти проиграл. У него остается последний шанс. Хоть как-то переломить ситуацию. Он не может убегать вечно. У него там стена, грядка с помидорами, вот все что угодно. Он не может пятиться, во-первых, потому что стена, во-вторых, потому что вперед человек ходит быстрее, чем назад. Так уж он устроен, у него ноги направлены в сторону туда и прочих равных. Поэтому пятиться это вообще не очень выгодно. И здесь, когда он выходит, вот тут он думает, что вот сейчас у меня есть единственный шанс, пока еще хоть что-то сделать, пока он… А я продолжаю двигаться вперед, я же продолжаю давить. Я здесь давил, 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 и я буду продолжать давить и продолжать атаковать. Получается, паузы нету, да? Нету. Она есть, но она… Да, в боевой версии ее там нет. То есть даже есть такая рекомендация, что как только мы услышали звук, сразу кота. Контакт клинков, сразу атака. Вот. Не надо быстро, но надо вот, не прерывая вот этого взаимного давления. Сейчас давай попробуем. Сначала, чтобы отыграть всю историю. Фу! И то, что он делает здесь неподготовленный маленький кота, это его ошибка. Он ошибается, потому что он торопится. Он торопится переломить ситуацию, которую он уже почти проиграл. Я вынуждаю его сделать ошибку. Он бьет кота не потому, что он принял такое решение, а потому, что он вынужден принять такое решение. Он не может сделать большой удар, потому что я продолжаю его на него давить. То есть у него нет времени на большие замахи. У него нет времени на то, чтобы сделать какую-то хитрую чатоши тот же. Например, он мог бы сделать... Сейчас меняемся ролями. Ты из Гедана. То есть вот отсюда. Например, вот на это у него нет времени. Я же продолжаю давить, я не отпускаю его. А он пятится. Он ошибается, вынужденно делает неподготовленный удар. И я здесь учусь использовать эту ситуацию, созданную мной во всей предыдущей истории этой кота. Чтобы вот этот легкий, неподготовленный, быстрый кота все-таки сбить и сохранить это давление до конца. То есть давление, которое начинается здесь, заканчивается в конце кота. Вся шестая кота, хоть она длинная, в ней много движений, делается на непрерывном давлении со стороны ситач. Учитач, естественно, учит меня вот этому непрерывному давлению на оппонента. Технически, судяги Коте мы с вами делали вчера. Ничего нового здесь вы уже не увидите. Попробуем сделать? Пожалуйста. Да, ее, конечно, нужно поотрабатывать. Запомните все движения. Но когда ее делаешь со всеми этими вещами, во-первых, ты начинаешь ее делать медленнее, потому что тебе нужно время на то, чтобы это играть. Просто формально сделать пам-пам-пам-пам-пам. Три секунды нужно. А когда начинаешь все это отыгрывать, возникает сразу куча всего, куча нюансов, которые необходимо отследить. И небольшая как бы секретная информация, скажем так. Скорость работы мозга – это переменный фактор. Люди созданы природой для того, чтобы сражаться. И, например, мозг привыкает экономить энергию. Мозг любит лениться, мозг любит экономить энергию. И когда мы расслабленно наблюдаем за красивым пейзажем за окном, наш мозг работает медленно. Он экономит энергию. Когда мы покушали, нам нужно энергию, чтобы переварить пищу. Наш мозг работает еще медленнее. После еды, например, после плотного обеда. Когда мы расслаблены, у нас мозг работает медленно. В какой ситуации у человека, с точки зрения эволюции, мозг должен работать с максимальной скоростью, как вы думаете? В случае опасности. Да, в случае опасности. Вот смертельные опасности. Но мы не можем подвергать себя смертельной опасности на каждой тренировке, к сожалению. У нас ученики заканчиваются быстро. Но при этом, смотрите, например, в реальной ситуации у вас возникают какие-то эмоции, но если вы в голове воображаете себе эту ситуацию, потом у вас возникают те же эмоции, правда? У вас была какая-то приятная ситуация, вы вспоминаете, вам снова приятно. Была опасная ситуация, вы вспоминаете, снова у вас адреналин, у вас снова нервы и что-то такое. То есть, воображаемая ситуация действует на мозг так же, как реальная. И если мы воображаем себе ситуацию смертельной опасности, мы заставляем свой мозг работать так, как он должен работать в ситуации смертельной опасности. Это не сразу получается, не с первого раза, не с первой тренировки, тогда даже не в первый год тренировок. Но постепенно мы тренируем свой мозг и учимся переключать его в режим работы, на максимальных оборотах. И тогда в реальном бою мы можем раз и включить, мозг работает на максимальных оборотах и у нас все хорошо. И когда мы отрабатываем ката, вот по-настоящему если отрабатывать ката, то каждый раз это включение мозга в работу на максимальных оборотах. Но если мы делаем просто формальные движения, так не работает, мозг вообще не включится. Просто поверите, что это происходит в настоящей ситуации, и у вас мозг сразу включится совершенно по-другому, и это будет настоящая тренировка, потому что это не тренировка тела, будет тренировка мозга тогда. А в бою мозг довольно важен, потому что вам недостаточно что-то сделать, вам надо понять, а что вы должны сделать, а как ситуация вообще подходит для того, чтобы это сделать или нет. А ситуация в бою меняется очень быстро, и вам нужно принимать решения за доли секунды. Поэтому тренировать свой мозг вот на такое скоростное принятие решений через ката – это хороший вариант. Окей, давайте перейдем к седьмой. Также учитать помогающий раз. Сейчас расскажу все. «Уаааааааааааааа!» Выглядит, как будто здесь мэн-нукидо, мэн-нукидо мы с вами делали вчера. Вчера мы делали мэн, это есть, базовая техника. Здесь, когда именно в като, важно обрамление этой базовой техники. Это как бриллиант, который нужно огранить и в оправу какого-то ювелирного изделия включить. Без огранки он просто какой-то блестящий камень. Като здесь начинается с того, что да, мы сближаемся здесь без особых изысков, но дальше происходит СМЭ, контроль, и мы возвращаемся в исходное положение фактически. Что это за движение? Сейчас меняемся ролями. Вот мы сошлись. Я пытаюсь сделать вот это. Я пытаюсь захватить центральную линию, и если мне это удастся, я буду продолжать свою атаку. Если мне удастся захватить центральную линию. Потому что я не могу атаковать, как я вчера говорил, я не могу атаковать просто напоровшись на меч. Мне нужно либо сбить его каким-то хараем, либо сбить его какой-то макивадзой, либо надавить, сделать с другой стороны, либо сделать то, что я показывал здесь. То есть мне нужно как-то освободить себе дорогу. И здесь учитачи пытается освободить себе дорогу просто базовым захватом центральной линии. Важный момент, что при этом важно, не потерять, то есть вот это не захват центральной линии. Хотя я сделал похожую вещь. Потому что мой меч тоже ушел с центральной линии. Моя задача здесь сбросить его, но самому остаться здесь. Это оптимально. Но он оказывается опытнее. Сейчас ты пытаешься захватить мою центральную линию, а я говорю, что нет. Черт из два. Я сохраню контроль. То есть вот это вот СМЭ и ответ на мое действие, это диалог. Он задает вопрос, насколько ты силен? Могу ли я сейчас позволить себе вот эту атаку? Я ему отвечаю, я сильнее, чем ты думал. То есть его мощная попытка захвата центра напарывается на мой еще более мощный контроль. И тут он осознает, что он не на того напал. Что вот сейчас он сражается с тем, кто достаточно силен, чтобы его вот этому давлению противостоять. И он принимает решение атаковать, невзирая на то, что сейчас он имеет шанс погибнуть. Он не сбивает мой меч. Он просто атакует медленно. И он готов напороться на мой меч. Он фактически жертвует собой ради того, чтобы убить вот этого сильного бойца. А потом мои пацаны, остальных уже добежат. То есть возвращаемся как в первой, да, к ситуации? Это с Сутеми Вадзе, по сути. В первой это ошибочное решение. В седьмой это осознанное решение. В седьмой человек готов рискнуть своей жизнью, но вот его забой забрать. И поэтому вот испытав, сейчас я такой, испытав его, смогу. А вот похоже, что придется-то мне все-таки погибнуть сегодня. Ну что ж, пора. И я вошел. Но он, оказывается, еще умнее, чем я рассчитывал. И он вместо того, чтобы принять этот удар, вовремя уходит нукидо. Формальное движение мы здесь сейчас еще отдельно рассмотрим. Сейчас пока смысл. Ряй. Кто знает, чем бункай отличается от ряй? Хорошо, смотрите. Ката – это форма. Вот формальные движения. Бункай – это объяснение формы. Объяснение – то, что я вам сейчас рассказываю. Что вот, почему руки опустили сюда? Потому что он угрожает. Почему руки поднял сюда? Потому что это была угроза, он хотел от нее уйти. Это объяснение формальных движений. А ряй – это смысл. Ради чего все это делается? Чему мы хотим научиться? Чему мы хотим научить товарища? Осмысленность – не объяснение, а уже то, ради чего все это нужно вообще. Не для красоты, а для определенных достижений, определенных методических, педагогических целей. Соответственно, я сейчас, то, что он рассказывает, на грани ближе к ряй, чем к бункай. То есть, да, объяснение есть, но смысл это даже не в объяснении, а в том, чему мы хотим научиться. И здесь важно научиться именно тому, что, да, он давит, я готов противостоять. И дальше, ну, окей, он атакует, и в последний момент он думает, что он сейчас как бы вложился в атаку, а, кстати говоря, здесь немножко нестандартное движение ног. Здесь атака идет так, в этой ката. Да, с задней ноги. Именно потому, что он уже не рассчитывает на то, что будет продолжение. Мы атакуем обычно так в расчете на то, что вдруг еще понадобится что-то. Он здесь не рассчитывает на то, что что-то будет продолжаться. Поэтому здесь дистанция чуть больше. И я уже понимаю, что все, мне уже плевать на ноги, мне плевать на стойку, мне плевать на то, что дальше, готов, не готов. То есть я уже все бросаюсь, весь бросаюсь туда, в эту атаку, и поэтому здесь проваливаюсь, и он делает свою технику. Но поскольку я весь бросаюсь, у него уже нету возможности тоже, да, поскольку это... Вот он сейчас не успел, он не успел уйти от моей атаки. И, ну, как бы это реально опасно, когда человек готов умереть, он опасен. Поэтому уход здесь не такой простенький и базовый, как в Кихоне, да, когда мэн... Здесь, да, я могу себе позволить остаться, стоять, потом продолжить с ним фехтовать. Здесь мы уходим вниз, потому что это скоростное движение. И как бы убегая от этого самоубийственно опасной атаки. Поэтому здесь эта техника не используется в спорте в чистом виде. В чистом виде в спорте мы это не делаем, хотя на самом деле похожие движения есть. Но на колено мы не опускаемся. Здесь, насколько я понимаю, конечно, я могу быть неправ, но уход вниз здесь обусловлен именно тем, что мы должны в контратаку вложить тоже всю свою мощь, так же, как он вкладывает всю свою жизненную энергию в атаку. По формальным, немножко формальный момент. Значит, смотрите, здесь пошла атака медленно. Раз, извините. В момент постановки ноги у нас уже прилетает здесь должник. Обратите внимание, он прилетает по-хорошему должен не сюда, а в идеале вот сюда, вбок. Но поскольку это все в динамике, он потом приходит сюда. Но ценимся мы все-таки не сюда, ценимся сюда. Дальше. Движение очень похоже на то, что у нас в дайтелю есть на куру модовошенности. Как будто мы идем на подножку. Правая нога пошла. Теперь провязали. Здесь скрестный шаг. То, что мы опять же используем в дайтелю, например, на броске через бедро. И много где еще. Потому что мне нужно будет повернуться к нему лицом. Он же остался от меня здесь. Мне нужно его контролировать. Мне нужно будет повернуться сюда, поэтому я готовлю этот поворот. Если я поставлю ногу так, то для поворота мне придется ее отдельно доворачивать. А так я могу сразу ее поставить в готовности повернуться в ту сторону. И дальнейшее движение просто проносим дальше. Раз. Вторую ногу я снова ставлю не просто куда-нибудь, а в направлении следующей, возможно, где будет оказываться противник. И опускаюсь на колено. И в тот момент, когда боковым зрением я продолжаю его контролировать, и когда я вижу, что он поворачивается ко мне, я доворачиваюсь к нему. Это Заншин. Сейчас, как бы, да, у меня в Аки Камайе. Стопы направлены, ноги направлены на него. То есть я вот направлен сейчас двумя ногами строго на противника. То есть если мне придется с ним сражаться, я буду готов двигаться в его сторону. Классические ошибки, наперни до ворот ноги. То есть отсюда я, конечно, могу встать, но мне придется сделать дополнительные движения лишней ногой. Все, у меня противник там, я готов идти туда. И, соответственно, когда он видит, возвращается в Камайе с шагом назад. Потому что я вынужден сделать шаг вперед, потому что иначе я встать не смогу. Но мы должны закончить на правильной дистанции. Поэтому я иду вперед, он назад, и мы заканчиваем на правильной дистанции. Контроль дистанции мы сохраним. И дальше расходимся, и расходимся мы снова используя скрестный шаг. Смотрите, он пойдет сюда, я пойду туда. Я ставлю ногу не так, как мне удобно, а в направлении, где он будет стоять. Я знаю, что он пойдет сейчас туда, я ставлю ногу так, чтобы в следующем шаге пальцы были направлены на него. Вот здесь мы снова в Камайе. Пальцы снова направлены на него. Следующий шаг снова сюда, сюда, и пальцы снова ставятся, да? Это не так, а направлено на него, на него, на него. То есть все время мы стараемся двигаться, направляя стопы на противника, чтобы всегда можно было на него пойти дальше. Первое. Все-таки вот это движение попробуйте сделать не слишком формально. Оно компактное, то есть не нужно это делать прямо явно. Оно тоже такое, скорее, психологическое. То есть я провожу разведку, это даже не полноценная атака, это разведка. Что там? Ага, я все понял. Вот этого достаточно. И дальше спокойно. Мэн. Пам. Ну, не важно там. Пам. Пам. Кстати, у меня был случай перед сэнсэями нашими, японскими. Мы с Виталиком делали показательное выступление, с Ковешником, показательное выступление про кендерката. И мы делали седьмую, и Виталик перепутал. Вместо мэна он начал бить до. Да, 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 да. И я начал бить до. И у нас получилось так. Сейчас делаем до. Я сделал у Чиотоши. То есть мы пошли оба на до. Сейчас, можно? То есть мы оба пошли на до. И тут я понял, что мы пошли на до. И получился у Чиотоши. И мы переделали это в ката. Но вот это вопрос о том, что в ката тоже, даже в ката что-то может пойти не так. Но это значит, что вы должны сообразить и переиграть эту ситуацию. Главное мэна. Вот, да. Смотрите, основной ошибкой, которую я увидел в ударе до. Многие делают его так. Поднимая руки и либо как-то горизонтально, либо даже снизу вверх. Практика показывает, что это не очень работает. Потому что, опять же, у нас здесь меч находится сверху. И резать вниз сверху удобнее. Тем более, что мы еще и опускаем здесь тело. Плюс, смотрите. Вот если я хочу его толкать, например. Можно я тебя потолкаю? Да, потому что это будет более реалистично. Вот. Он упирается. Смотрите. Вот если я его буду толкать вот так, мне будет очень тяжело. Если я хочу его толкать, чтобы мне было эффективно, то удобнее это делать, закрыв подмышку и прижав лопатку к телу. За счет мышц, которые вот здесь под лопаточные мышцы. Которые спины. И тогда я вот здесь могу создать максимально жесткую конструкцию, связанную с моим центром тяжести. Я его буду толкать не рукой вот так и спиной, где у меня куча суставов, куча позвоночник гибкий. И у меня весь мой динозавровый мозг остался сзади, а все мое остальное толкает его вперед. А мне нужно наоборот. Нижним мозгом его толкать, а здесь создать упругую, но плотную конструкцию. И толчок будет от ног, а ноги сильнее, чем руки внезапно. И в ударе до, вообще в любом, мы должны использовать ту же биомеханику. То есть здесь, если делать это руками, можно растечь, а можно и нет, как повезет. Но мы учимся использовать тело, мы учимся использовать ноги. Мы не зря здесь идем вниз. Смотрите, вектор движения нашего центра тяжести направлен сюда. Вот по этой нине, которую я сейчас показал мечом. Сюда направляется наш центр тяжести. Я вешу 87 килограмм. Зачем терять эту энергию кинетическую, если ее потенциально можно перевести в кинетическую энергию удара? Для этого мне нужно создать здесь конструкцию, которая свяжет мой меч с моим центром тяжести. А эта конструкция создается с закрытыми подмышками и зафиксированными лопатками. Таким образом. Поэтому ни в коем случае не так иду. Так. Простое правило. Руки должны находиться ниже цели. Если ваши кисти ниже цели, у вас есть вот эта вот, как правило, конструкция. Если кисти поднимаются на высоту цели и не выше, 100% нет. Мэн это тоже касается. Сейчас обойтись. Камай. Вот если бьют так, не будет силы в этом ударе. Даже с большой вероятностью вы просто меч можете потерять, если промахнетесь. Так, если руки ниже, да, здесь можно силу применить. Можно тебя попросить смотреть? Поближнее, дай руку, пожалуйста. Вот знаете, расслабься. Вот здесь у нас заканчивается же, да, свободный ход кисти. То есть дальше начинается болевое воздействие. Уходя с болевого, он вынужден подниматься на носочки. Пока у него здесь ямка, у него есть ход свободный. И вот пока я отсюда веду его руку вниз, он еще может начать сопротивляться. А вот тут уже все. Тут уже выбрана вся свободная траектория. Свободный ход выбран и связка уже натянута. И связка, которая поднимает кисть, она перегнута через кость. И все, это уже слабое положение кисти. Вот это сильное положение кисти. Вот это слабое положение кисти. В конце концов вы просто травмируетесь. И вы не сможете вложить здесь энергию движения тела. Поэтому обязательно так. Здесь должна быть ямка. Не должно быть горки. В ударе кота это то же самое. Иногда бьет так. Та же самая ошибка. Опустите руки ниже, чтобы у вас здесь было сильное положение кисти. Достаточно. Поэтому иногда даже в спорте делают движение вниз. Некоторые читеры даже делают так. В спорте можно вот такое увидеть. Потому что я еще и голову спас. Как? Понятно, что при этом я подставился под удар. Если бы это был настоящий бой. Но в спорте так делают. Это плохая идея. Конечно, не надо так делать. Но тем не менее, руки стараемся все равно держать ниже, чем цель. И в ударе до это очень частая ошибка. Потому что кажется, что удар низко, а руки высоко. И эта ошибка возникает очень часто. Либо просто отпускаете руки. Либо если у вас есть возможность встать в более широкую стойку. Это вас спасает. Например, кстати говоря, опять же в спорте часто применяют такую работу ног. Когда идет нэн. Каэши до. Вот если я остался здесь стоять. В принципе, можно остаться стоять на месте. Но здесь уже тяжеловато так сделать. Альтернативная версия. Если я иду вперед. Вроде бы нормально. Я опустился ниже. У меня сейчас руки ниже. Но здесь очень часто не хватает дистанции. Получится уже вот что-то так. И это неэффективная часть линка. А чтобы нанести эффективную часть у мяча. Сейчас я делаю так. Фактически разножку. То есть я увеличил длину стойки. Уйдя назад. С задней ногой. Это я пришел на нужное. Трозил его удар. Его мяч оказался где-то здесь уже в этот момент. Я пришел на нужные дистанции. И оптимально достал наиболее эффективную часть линка до нужного места. И после этого даже получается хороший проход. И я ушел сюда. Ну вот момент. Вот момент протаки. Чтобы мои руки оказались в эффективном положении. Фактически это вот почти к выращивке до. Про который я говорил. Но только без. Будет менее такой. Чуть-чуть индуцированной. Но общая идея. Проще исполнение ударов. Иногда даже бывает так. Что он отходит назад раз. И потом так. Такое тоже бывает. Но общий смысл в том. Что в момент удары до. Руки не должны быть выше цели. Вот это частная ошибка. Постарайтесь все-таки. В седьмой кат это сделать легко. Потому что мы идем вниз. Мы идем вниз. И очень легко оставить руки внизу. Вот оставьте их здесь. И у вас будет правильное положение кистей. И дальше. Чтобы не путать ноги. Смотрите. Правая, левая, правая. Запомните. Правая, левая, правая. И последним шагом вы должны встать на камень. Правая. Невая. Правая. Встала на камень. Запомните легко. Давайте по последнему разику. Давайте по последнему разику. Давайте сейчас на какие-то моментики рассмотрим. И увидимся дальше. Да. По поводу, когда у нас не церковь. А, смотрите, сейчас я учитальщик. Я учитальщик и ты делаешь до. Угроза. Я собрался. Собрался умирать. Я не тороплюсь умирать. Я делаю это в последний раз в жизни. И вот здесь возникает пауза, в которой я его не вижу. Он меня боковое зрение видит. Я его не вижу. Это единственное исключение в кадре, когда разрывается контактный спляж. И он разрывается только у меня. Серьезно? Серьезно? Я здесь... У тебя боковое зрение, ты меня видишь, но ты еще ко мне не развернут. А вот как? Сейчас я покажу. Ну, стойди, если колено болеть не надо. Просто стоять. Вот. И вот эту паузу я даю ему полсекунды на осознание того, что я погиб, а он нет. И только после этого я поворачиваю к нему взгляд. И на мой поворот взгляда он поворачивается ко мне. То есть сейчас в каком положении он ждет. Меняемся ролями. Так. Броза. Собрался умирать. Хорошо. Пошел. Раз. Два. Здесь я вижу боковое зрение в его. Я смотрю туда, но в крайне глаза я его все еще вижу. Я все еще его вижу. И вот здесь я опустился. Я все еще его вижу. Я уже повянулся к нему лицом. Я его вижу. Я вижу его затылок. Но в тот момент, когда он поворачивается ко мне лицом, я поворачиваюсь к нему полностью. То есть я его все время контролирую. Но пока он мертв, меня это не сильно волнует. Я буду завершить свое движение. Но мы отрабатываем еще и за синтез взаимодействие, постоянный контроль противника. Если я понимаю, что он ко мне повернул лицом, он мне снова угрожает. Я ему показываю, что я готов к нему. То есть вот этот разворот, он отдельный. Делается на момент, когда противник подачивается к нему. И ноги работают достаточно. Но я не могу сесть сразу. Это очень тяжело сразу сесть в такое положение. Все. Раз. Два. Три. Два. Да. И потом отдельное движение разголов. А. Вокруг вот этого колена. Вокруг вот этого колена, да. А там ноги смещаются. Да. Таким образом. Окей, пожалуйста, тогда первое. Первое. Да. Да. Что надо вспомнить. Амэн. Да. Так же вспомнить, да? Угу. А, пху! Здесь. Сюда же. А. Да. Да. Ну, давайте я пока вот беру, чтобы не смущать лишний раз движениями. Дзюдан. Я вижу, какую стойку я трынил. Понимаю, что оставить меч здесь для меня будет очень опасно, потому что я оставил полностью открытую верхнюю зону. Я заранее как бы прикрываюсь от его рук. То есть ему в любом случае через эту зону пройти придется. И я немножко как бы от нее сразу прикрываюсь. Да. Да. То есть это Сэйган. Это Ирими Сэйган. Ирими – это вот вход. Да. То есть это тоже Сэйган. К вопросу о вчерашнем. Да. Какой Сэйган? Очень разный бывает. Вот это тоже Ирими Сэйган. С небольшим подшагом вперед. Мы сходимся. Обратите внимание, да, здесь такой уже более профессиональный шаг, скажем так, да. По поводу дистанции я сейчас скажу отдельно. Здесь, да, я угрожаю его, да, угрозой. Он атакует голову. Я ухожу от атаки, защищаюсь. Тут же контратакую. Разрываю дистанцию из аншин. С контролем возвращаемся на исходную линию. И расходимся. Важные моменты. Основная идея работы короткого оружия против длинного заключается в дистанции. Мне выгоднее короткая дистанция, ему выгоднее длинная дистанция. Довольно очевидно. Если каким-то волшебным образом мы оказались здесь в таком положении, то он труп. Все. Вот взял за руку и затыкал. И моя задача по-хорошему оказаться в таком положении. То есть в реальном бою. Вот я прошел. Все, я выиграл. И пандори. Сейчас обратите внимание, возможно те кто по опыту не заметили, в какой момент я начал атаку. Потом, кстати, на видео сможете посмотреть. Смотрите, в какой момент я начал атаку. Мы сошлись. И вот здесь я остановился на мгновение на границе. Сейчас не стой на месте. На границе опасной для себя дистанции. Вот отсюда он меня еще не достает. Отсюда он меня уже достает. И он это тоже должен понимать. Что сейчас рано. Вот сейчас самый раз. Но в тот момент, когда он понимает самый раз, я уже оказываюсь ближе. К вопросу важности дистанции. В такой ситуации выигрыш и победа и поражение определяется, кто лучше понимает дистанцию. Причем без линейки уже. Вот как в первой кенде-ката. Когда мы сошлись и мы должны понимать, где у нас дистанция атаки. Вот именно потому, что это определяет победу в первой катоцкой даче. Соответственно, моя задача здесь формально, сейчас возвращаемся к като. Моя задача подойти к нему поближе. Поэтому здесь я как бы не останавливаюсь, а продолжаю сближение. И вот мое сближение вынуждает его пойти в атаку. Потому что он понимает, что если еще я сближусь, то будет поздняк метаться. Поэтому здесь угроза. И я ухожу от атаки. Не блок. Нет тем более жесткой попытки. У него две руки и тяжелый меч. У меня одна рука и маленький и легкий меч. Мне не хватит сил остановить его удар здесь. И даже если я сделаю так, он скользнет. С большой вероятностью он скользнет мне на плечо. Поэтому здесь это не блок. И тем более не жесткий блок. Это работа короткого мяча. Здесь, во-первых, это подстраховка. Второй смысл я сейчас скажу. То есть по-хорошему я ему угрожаю. Ушел и здесь контратаковал. Это могло бы быть так. Но вместо себя... Сейчас давай сделаем на линии, чтобы было заметнее. Сейчас, посмотрите. Вместо себя я ставлю короткий меч. Стоп. Медленно. Смотрите. Вот сейчас мой меч находится над линией. Вот в таком положении. 45 градусов. Да. И теперь смотрите. Я буду уходить. Вот в такое положение. То есть мой меч остается на месте. Я не пытаюсь ловить его удар. Не пытаюсь его останавливать. Мое тело уходит, а меч остается там, где стояло мое тело. Именно поэтому здесь получается контакт клинков. Не потому что я его там ловлю, сбиваю, отмахиваюсь от него, а потому что он атакует мою голову, пытаясь прорубить этот слабый меч. Он атакует мою голову, ему пофиг на мой меч. Но вместо головы здесь оказывается мой меч. Я оказываюсь здесь. Возникает вот это вот коэше. То есть я подстраховываюсь. На всякий случай все-таки подстраховываюсь. А главное, что смотрите. Здесь я получаю импульс. Чтобы прорубить коротким мечом челеп, нужно постараться. Нужна энергия. Если я здесь начну напрягать руку, мне может не хватить скорости. Соответственно, вот это вот движение, я его не просто так сбиваю. Я получил замах бесплатно. Я бесплатно получил от него энергию для того, чтобы я мог его атаковать. Это, в принципе, как венхунмэ похоже. Да. То есть это уже дзюдзюцу даже с небольшим перекосом в айки дзюдзю. То есть забрать энергию противника и использовать ее против него в контратаке. Это сложно. Это тоже про расслабленность. Это про импульс расслабленности, переходящий уже в напряжение обратно. То есть здесь расслаблена. Здесь расслаблена рука. Я принимаю его ударом. Вот, пожалуйста. Здесь снова зафиксировано. Здесь уже жестко. То есть принял, получился хороший замах. И акцентирована контратака. Заншин. Вот. В этом, собственно, несколько сложностей этой формы есть. Давай сделаем тогда в чистом виде уже полностью. И потом попробуем повторить. Чуть-чуть, да, ты отходишь назад немножко, возвращаешься на линию и возвращаешься на линию. Да, еще один момент я забыл сказать. Смотрите, ближе подойдите, пожалуйста. Длинный меч мы удерживаем мизинцем и безымянным пальцем. Короткий меч мы удерживаем указательным и большим пальцем. То есть у нас вот здесь нам не нужна жесткость этих пальцев. Нам нужен вот здесь плотный хват. И тогда у нас получается, что вот когда мы здесь принимаем, у нас происходит вращение вот в этой зоне. Пальцы здесь лежат, но они не сжаты. И в момент атаки у нас сжимаются, собственно, мизинцы безымянные пальцы. И вот этот импульс, кимэн, да, он происходит как раз вот за счет привычного нам по-хорошему вот этого сжатия. Ты научились. Который мы делаем длинным мечом. Но здесь мы не рассчитываем на жесткий блок еще раз. Поэтому нам не надо жестко держать короткий меч. Он не для жесткой работы, он для мягкой. Сюда, сюда. Но в момент удара подключаем мизин с безымянным пальцем. Сделаем? Гедан. Да. Ну, сейчас расскажу. Гедан. Мэн. 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 Да. Мэн. Основные моменты. Снова, он меняет стойку. В предыдущей кате он приходил в дзюдан, теперь он приходит в гедан. Он пробует другой вариант, показывает мне ситуацию с другой работой. Я снова принимаю Ирими Сайган. Но раньше угроза мяча была сверху, а теперь сейчас… Да, здесь. Мне надо было прикрыться от его рук. А теперь угроза снизу. Мне надо прикрыться от его рук здесь, от его мяча здесь. Поэтому я сразу не опускаю вниз, потому что неизвестно, что понадобится или нет, но намекаю, что я вижу тебя, я вижу твои действия. Соответственно, снова нога выходит вперед, и я чуть-чуть накрываю виртуальный мяч, и мы сходимся. С дистанцией здесь та же самая история, снова я пытаюсь прийти чуть раньше на центр, чем он, чтобы сделать сразу что-то такое. То есть моя по-хорошему задача прямо отсюда его мяч прикрыть, войти, и дальше начинается дейтыри. Как оно должно быть? Настоящий дейтыри. Но в тот момент, когда мы сходимся, я принимаю решение, что вот сейчас я буду, я чуть-чуть запускаю мяч, показываю, что сейчас я, а он понимает и отскакивает. И моя вот здесь задача не дать ему вернуться в исходное положение. Он, в принципе, сейчас, если я остановлюсь, он может встать в чудан и продолжить со мной сражаться. И мы сбросили всю историю до нуля, а историю нужно продолжить. Поэтому здесь я его продолжаю преследовать. То есть здесь раз-раз-раз, я начал давить, и я продолжаю его преследовать, и он вынужден снова атаковать меня без подготовки. Да. Снова я вынуждаю его DS действовать так, как мне выгодно. И здесь движение очень похожее на то, которое мы делали в предыдущей, только мы уходим в другую сторону. Как Маки называется, нет? Нет. Ну, это как Кайси. Да, просто переход. Кайси – это когда меняется направление. Здесь тоже самое. Бам! Но вот мы здесь не уходим назад. Другой тип Зансин. Контроль локтя и контроль… То есть по-хорошему я готов дёрнуть его, прижать, дёрнуть и наткнуть на место. Здесь просто держим, да, его? Здесь показания расходятся. Некоторые сенсеи просто держат, говорят, просто положите сюда руку. Некоторые прижимают немножко, некоторые, наоборот, чуть-чуть загружают. Да. Судя по всему, в инструкции нет конкретного бунка этого движения, но поскольку мы дейтарюшники, мы можем себе представить, что здесь дистанция длинная. В следующий ката там уже явно будет загрузка, понятно, такая. Здесь я бы рассматривал всё-таки скорее вот как такое… Работа. Да. Желание чуть-чуть загрузить к себе и порой насадить на меч. Меч здесь держится на бедре и направлен в горло. Соответственно, не так, не так, не так, не так. Здесь вот закончили одновременно. Контроль… Контроль мяча здесь в какой-то момент исчезает, но мы переходим на контроль руки и снова получаем полный контроль. Всё время сохранится контроль. Дальше он учитачий делает небольшую паузу. И здесь есть разные варианты. Он должен мне подать команду, когда мне отходить. По-разному. Иногда локтем чуть-чуть показывает, что пора. Иногда просто за счёт дыхания. То есть, показываешь. Да. Всё. Свою ки усиливает и за счёт усиления ки я понимаю, что надо отходить. Вот. Она, в принципе, не очень сложная. Ну, вот основные элементы я сказал. Давайте последнюю тогда попробуем разобрать. Она чуть посложнее. Последняя. Она сложна… Не все те же принципы. Она сложна больше вот просто за счёт движения. Именно технически сложна. И снова ты подержишь знак. Значит, здесь я уже настолько преисполнился собственного величия, что я решаю, что мне даже камай не надо. Камай – камай, да? Да, да. Опять же, показания расходятся. Некоторые делают при этом достаточно формализованно. Некоторые делают вообще неформально. Фактически опускают руку. Типа, ну давай, если такой крутой, попробуй. Я даже защищаться не буду. Всё. Вот я приближаюсь. Давай, делай что-нибудь. Делай что-нибудь. Если ты ничего не сделаешь, я тебя завержу. Это на самом деле важно. Потому что да, мы действительно учимся вот этому ощущению силы без явной угрозы. Это в жизни работает и это в спорте работает. То есть у меня часто бывает так, что я работаю с кем-нибудь из новичков. И вот мы сражаемся на него. И в какой-то момент я просто, ну давай. И человек боится. Он знает, чем это закончится. Я не защищаюсь, пожалуйста, бей. Я могу вот меч убрать за спину. И всё равно человек не бьёт, потому что он боится. И вот мы здесь эту ситуацию уже обыгрываем. То есть, ну давай. И да, и рука здесь формальная. Здесь, поскольку это всё-таки уже боевая ситуация, рука опускается. Опускается, да. И мы расходимся. Здесь, и он понимает, вот на втором шаге примерно, он понимает, что что-то как-то страшно. И он понимает, что я сейчас приближусь. Он понимает, что я сильный и что подпускать меня близко нельзя. И он решает атаковать с длинной дистанцией. И он атакует с более длинной дистанцией, чем обычно. Соответственно, на последнем шаге делая более длинную уже. Он пытается меня вот здесь поймать, примерно в этом месте. Но поскольку его атака с более длинной дистанцией, соответственно, она требует больше времени, я раньше вижу его подготовку к атаке. Этого достаточно для меня, чтобы встретить его удар здесь. Я успеваю скорректировать дистанцию. Встретить здесь и погасить энергию его атаки. То, что я говорил по поводу того, что невозможно остановить коротким мячом, в лоб невозможно. Но, если вы растянете время импульса его удара на хотя бы долю секунды, в течение этой доли секунды всю энергию вы сможете погасить. Эта энергия гасится вот таким движением. То есть вы... На гаше получается? Да. То есть вот это движение, это время, которое вы растягиваете момент контакта, и получается вместо... Вместо такого получается... Такое. В идеале вот это скольжение вдоль линии клинка по максимуму. И это останавливает его удар. Соответственно, но дальше вам нужно как бы сбросить его меч в ту сторону. И снова это делается за счет скольжения. То есть, если я просто сброшу его... Держи центр. Попробую так, у меня ничего не получится. Если я подойду сюда и попробую так, у меня снова ничего не получится, здесь рычаг огромный. У него две руки, у меня одна рука и рычаг. Соответственно, сброс происходит с чем образом? Здесь начинается разгон. То есть, с трону чего с места, вот тут мне очень легко. Потому что у него длинный рычаг, у меня короткий рычаг. Очень легко начать вот это движение отсюда. Дальше я его немножко добавляю, немножко добавляю, немножко добавляю, немножко добавляю. И в конце я уже добавляю весь свой вес. Но разгон к этому моменту уже есть. Получается так. То есть, его аж немножко должно закрутить. Энергии вкладывается довольно много. И она вкладывается... Опять же, это энергия веса. Это не делается просто рукой. Потому что я, опять же, буду вынужден либо наклониться, либо мне не хватит дистанции. Потому что, видите, меч закончится раньше. То есть, мне нужно вот туда. Показываю ему, пожалуйста, туда лети. И это вынуждает его пойти на... Вот здесь тоже шаг делать? Атаку да. Или без шага. Сейчас. Давай. А, давай так-то. У нас просто две версии. Да. Сейчас, значит, смотрите. Вот, точнее, и он сбрасывает меня отсюда. Раз. А, с шагом. Да, да, да. Он сбрасывает. А, сейчас, подожди, сейчас. Подожди, есть. Нет, подожди, да? Пам. Да, две версии действительно есть. Сейчас. Пам. Да. Базовая версия все-таки она без шага. И шаг делается уже здесь. Просто часто этот шаг возникает именно в процессе демонстрации. Когда я вкладываю энергию, человек рефлекторно сносит. Поэтому, конечно, в ката мы это предполагаем, но это не значит, что надо прям каждый раз человека сбивать с ног. То есть, все-таки, да. Я принял. Раз. И вот теперь, смотрите. Он понимает, что у меня открыт бок. Да. И он вот в эту зону атакует. Именно вот в эту зону. И уже с шагом. Да. Потому что тебе неудобно. Вот. Да. И вот это его задумка. Соответственно, но мы с вами говорили уже много о том, что мы управляем здесь противником. В ката я управляю противником. Моя задача перехватить инициативу и управлять его инициативой. Соответственно, здесь я перехватываю его мэн и начинаю управлять его мечом. Через его меч я здесь управляю его телом. И управляя его телом, я как бы направляю его меч. И я знаю, куда я его отправил и откуда он полетит. Я знаю, что он полетит оттуда. И я ухожу из этой зоны и вместо себя оставляю меч. Снова, мы не ловим меч бьющий. Мы не блокируем. Мы уходим и оставляем меч вместо себя. И снова, это сильный мощный удар, поэтому остановить его здесь не получится. И мы снова гасим эту энергию плавным движением. Одновременно контролируем руку. И теперь подходим к нему и обратным движением запираем всю конструкцию. И запираем его нашей детальюшной техникой. Теперь он понимает, что беда. Пытается свалить. Мы ему показываем, что нет, мы тебя преследуем и контролируем. Он сдается. И здесь уже зонсин такой. Основные сложности здесь не потерять меч. Постоянно улетают, конечно, это нормально. Это действительно очень сложная техника. Может быть, десятая самая сложная ката из всех. И мало кто ее делает очень хорошо. И даже на показательных выступлениях у японцев часто бывает, что меч соскальзывает куда-то. Получается так, что, например, пам и здесь потерялся. Такое бывает. Но, по моим ощущениям, чтобы хорошо сделать десятую ката, надо быть в моменте. Нужно быть очень психологически. Даже не тот настрой, который я пришел убивать и сейчас все такое. А именно это скорее уже что-то из дзена. Это полная осознанность всех малейших нюансов движения. То есть ты заставляешь свой мозг действительно работать на тех скоростях, на которых ты понимаешь, что… В каждый из моментов я сейчас несколько раз успел отметить, где находился его меч в каждом движении. То есть я успел заметить, что он тут. Успел заметить этот момент. Успел заметить этот момент. Успел заметить этот момент. Успел заметить начало его движения. Успел заметить вот этот момент. То есть мозг должен успевать отмечать вот эти ключевые точки. Тут, 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 тут. И тогда мы успеваем. Это тоже очень хорошая тренировка для осознанности, для восприятия. которое потом в бою выдает вам уже такой навык именно реагирования на ситуацию, когда что-то пошло не так, вы должны заметить и быстро принять решение, и поэтому, кстати говоря, когда в ката что-то идет не так, хотя бы в своем додзел попробуйте переиграть ситуацию, что-то пошло не так, то есть, допустим, да, я там не поймал, могу попробовать так сделать, это сейчас не была подготовка, я понятия не имел, что я буду делать, если я не попаду, но я дал себе паузу, я подумал, мой меч сверху, значит я могу накрыть, а когда накрыл, думаю, я накрыл, я могу подойти, я подошел, а у него горло открыто, я могу сюда, то есть, это вот в бою должно работать так, но скорость зависит как бы от навыка восприятия, навыка вот таких, через ката, причем через ката, обратите внимание, вот почему ката здесь эффективны, мы не можем это тренировать на максимальной скорости в идеальном бою, вот поэтому ката придумана, все-таки не только для отработки техники, но вот это, вот в таком формате ката является реальной подготовкой к реальному бою, в формате просто один пошел, один я сюда, ты сюда, я сюда, ты сюда, разучили танцы, танго вдвоем, ну окей, это красиво, но к бою это не готовит, если мы включаем мозг и отыгрываем психологию ситуации, это готовит к бою, ну по моим ощущениям, хотя бы в спортивном бою те же самые, я вижу, что мозг работает в спортивном поединке, в соревновательном, так же, как он работает в ката, если ката включается вот, включает в себя этот психологический момент отыкаши. Окей, ну у нас вроде бы особо нет больше времени, наверное, давайте сделаем формально, завершим и если что-то еще в процессе успеем, то успеем. Антон, большое спасибо. Спасибо вам. Для меня это каждый раз тоже очень интересный опыт, потому что, когда проводишь подобные мероприятия, мне приходится следить не только за тем, что делаю я, но и следить за тем, что делают другие люди, и вот сегодня было попроще, вас было все-таки поменьше, а вчера у меня мозг чуть не взорвался, особенно с учетом того, что я не спал ночь перед этим ранее поезд. Для меня это тоже очень важная тренировка, я, конечно, не раз уже все это объяснял, но все равно для меня это каждый раз что-то новое. Я каждый раз смотрю на группу, смотрю на людей, и я вынужден маневрировать и искать наиболее эффективный в данной ситуации способ чему-то вас научить, то есть постоянно менять. Я даже план не всегда могу построить. Если я знаю заранее, что быть за группой, я могу заранее построить план. Так в бою происходит то же самое. Если я знаю, кто мой противник и знаю, как он действует, да, я могу что-то заранее спланировать, но если противник не знаком, или я с ним давно не сражался, он за это время мог новому чему-то научиться, я не могу построить план на поединок. И мне приходится действовать, действительно быстро соображать и подстраиваться под ситуацию. И сегодня я действовал точно так же с вами. Я пытался быстро сообразить, подстроиться под ситуацию и подумать, как мне максимальное количество информации вам передать, чтобы она еще и работала. Поэтому для меня это тоже очень важная тренировка, фактически. Я вот сейчас провел с вами трехчасовой поединок, я устал, я немножко вспотел, и для меня это очень хорошо, я этому очень рад и очень вам благодарен. Большое спасибо, надеюсь, не в последний раз. Спасибо.